Так, друзья, всех приветствую! У нас сегодня план нашей встречи следующий. Значит, сначала у нас наш приглашенный эксперт Анна Булочникова расскажет нам про развитие территории и экспертизу по созданию разных локаций. После этого сегодня я вам расскажу про кейс, с которым мы будем работать по созданию арт-парка. Поэтому то, что сейчас будет рассказывать Анна, я очень надеюсь, что нам обязательно пригодится и будет реализовано. Вот. Так что это интересная история. Мне самой очень интересно. Вот. Значит, у Анны частно беседа с нами. После этого у меня там минут 20 на то, чтобы я вам рассказала про концепцию арт-парка, которая на данный момент известна. И после этого Саша Мускалев обещал нам сделать доклад по искусственному интеллекту и работы с созданием эскизов и прочего по этому поводу. То есть, на чем мы и завершим нашу сегодняшнюю встречу двухчасовую. Надеюсь, мы не будем сильно задерживаться. И только на следующих выходных, в субботу точнее, мы с вами будем обсуждать уже наш проект, который мы с вами ведем. Ну и после вторника, соответственно, мы еще вернемся к обсуждению в группах ваших эскизов. Вот такой план. Анна, вам слово. Расскажите нам, что хотите нам сказать по этому поводу территории и развития. Да, хорошо. Саша, спасибо большое. Всем привет. Со мной можно точно на «ты». Саша, вам тоже, наконец-то, можно на «ты». Я представляю команду территории РЭФ. Вот у меня тут она за спиной. Мы достаточно такая молодая команда, которая занимается созданием, проектированием и запуском туризма на территориях на разных. Мы занимаемся именно туристическими локациями. И мы специалисты в том, как привлечь людей на ту или иную локацию. Что нужно сделать, чтобы люди начали приезжать в то или иное место. Мы знаем, как это делать. Делали это в самых разных компаниях туристических. Сейчас объединились для того, чтобы помогать нашим администрациям регионов, инвесторам, каким-то природным паркам, самым разным территориям. В нашем опыте есть территории, начиная от одного гектара, заканчивая, вот последний у нас был, например, два с половиной миллиона гектар. В общем, нам все равно, как методика, одна и та же. И, собственно говоря, я сегодня постараюсь рассказать вам принципы, по которым мы работаем. То есть какие-то базовые вещи, из которых мы отталкиваемся, когда принимаем решение о том, что нужно сделать, о том плане работы, что нужно сделать, чтобы на территорию приехали люди. Я, на самом деле, буду показывать вам конкретный кейс. Я подумала, что так, наверное, будет проще и понятнее. Я буду рассказывать именно про методику, как мы идем, что мы делаем. Возможно, она будет сложной, потому что она действительно объемна. Почему, тоже сейчас скажу. И если будет непонятно и сложно, наверное, будет удобнее, если вы будете задавать вопросы по ходу, потому что я рассчитываю за полчаса уложиться. Мы немножко опоздали, чтобы вас не задерживать, за полчаса уложиться и потом поотвечать на вопросы. Но если вопросы будут в процессе какие-то конкретные, то я готова прерываться и на них отвечать. То есть, наверное, лучше, я не знаю, как у вас принято, чат, может быть, не буду смотреть, потому что я буду... Поднимай трубку. Может быть, даже, знаете, может быть, даже лучше голосом, потому что я сейчас переключу на демонстрацию и буду видеть свой экран больше, чем вас. Поэтому можно даже голосом прям перебивать, типа у меня вопрос, и мы будем обсуждать. Давайте, наверное, так. Итак, сейчас мы начнем. Может быть, все вопросы в конце, потому что вдруг ответы на наши вопросы будут уже по ходу лекции, скажем так. Ну, можем так, давайте так. Я тогда постараюсь ускориться, просто на самом деле объем большой. Именно если мы перескочим, будет сложно, мне кажется, сложно. Ну, как скажете. Так, видно ли экран? Да, видно. Просто, ребят, записывайте вопросы, поднимайте руку просто, и по ходу потом будем прям по поднятым рукам, рукам вашу называть. Короче, любой формат приемлем. Любой вариант вопросов в процессе, после, вместо, как угодно. Итак, ну, два слова про компанию я уже сказала. Мы команда, которая не просто разрабатывает документы, это в основном стратегии развития, я сейчас скажу, что это, но и идет в реализацию. То есть мы команда, которую можно нанять на реализацию стратегии на аутсорс. То есть любая, не знаю, администрация города или инвестор может попросить нас заниматься и маркетингом, то есть продвижением территории, проектированием объектов, созданием туристических продуктов, троп, событий, в общем, всего чего угодно. У нас достаточно большая команда, и у нас есть такой опыт реализации собственных стратегий. Именно поэтому мы можем сказать, что та методика, которая у нас есть, которую мы разработали, это авторская методика, которую сейчас я вам буду рассказывать, она работает, потому что эти стратегии мы сами реализовываем, мы видим результаты. Ну, про клиентов, про наших я уже сказала, это наш портфолио, мы работали сейчас уже больше, уже где-то около 15 регионов, в которых мы поработали, это самые разные объекты, я говорю, от одного гектара до миллионов гектар. И вот, на самом деле, наша сакральная мантра, она заключается в том, что туризм — это сложная система, система, которая состоит из трех составляющих, ни одной из которых нельзя выкинуть. И это, во-первых, инфраструктура, то есть это объекты, объекты проживания, объекты питания, объекты показа, это транспорт, то есть это так называемые харды. Это продукт, под продуктом мы подразумеваем то, за что платят туристы, да, то есть это либо тур, либо маршрут, когда у нас настоятельные туристы, либо это события, либо это сервис, да, когда мы приезжаем, не знаю, на точку и берем, не знаю, в прокат самокат, лошадь, байдарку, квадроцикл или что-то такое. То есть это продукт, это то, что покупает клиент. И маркетинг — это, собственно, большая машина продвижения, которая работает на то, чтобы люди узнавали о локации. И мы все время говорим, что невозможно что-то из этого выкинуть, потому что бесполезно строить и не рассказывать, бесполезно рассказывать, если некому принять туристов и накормить их, и дать им в прокат мотоцикл. То есть вот и там бесполезно, опять-таки, рассказывать, если им негде пожить. И, в общем, все это вместе связано в единую систему. И вся наша методика, вся наша работа, она построена именно по этому принципу. У нас всегда есть в исследовании, в проектировании три трека. Это инфраструктура, продукт, маркетинг. Вот это наша великая мантра. И, собственно, мы дальше, я буду рассказывать примеры, и вы увидите, что мы ровно по ней и идем. Дальше, собственно говоря, в чем состоит методика наша? Методика наша тоже состоит из трех частей. Все по три, чтобы было просто. Первое — это анализ. И это, наверное, самое важное, ну, точнее, исследование, да, это сбор материала. И здесь мы заходим очень глубоко и анализируем всю-всю-всю систему. Вот вы видите, что здесь она тоже разделена на три части. Инфраструктура, продукт, маркетинг. И дальше мы все эти данные загружаем в анализ. Я вам про него тоже расскажу. Это тоже такая авторская моя методика, как ответить на вопрос, что нужно создавать на территории. Она простая, но требует именно работы с большим количеством данных. Тоже покажу. Вдруг вам понадобится, когда будете искать концепты. На мой взгляд, она отвечает сразу на вопрос, собственно говоря, о концепте. И дальше, после этого анализа, у нас уже есть список задач, что на территории должно появиться. И мы этот список задач реализуем в виде набора проектов. И потом, если это стратегия, укладываем проекты в таймлайн. Я сейчас все это покажу на картинках, и вам будет понятно. Вот, собственно говоря. Аня, извини. В углу, в левом нижнем углу картинка с моим видео. Это так Zoom отображает. Ее можно уменьшить, и тогда будет помещаться весь лист. То есть можно ее еще за уголок потянуть, и она должна уменьшиться, чтобы она была в микроформате. Мне приятно, на самом деле, Саш, посвятить. Хоть какое-то живое лицо. Окей, все, сейчас я, собственно говоря, дальше пойду по этому плану. И на конкретном примере расскажу, прям вот я только что 15 минут назад мы созванивались с этим заказчиком. Прям такой живой-живой пример, почему взяла его. Во-первых, он компактный достаточно. Во-вторых, там есть интересная работа с идентичностью, потому что я в конце хочу, очень надеюсь, что я все успею, и я хочу еще минуты 4-5-7 поговорить с вами про понятие идентичности, потому что мне кажется, что вы в своих работах будете именно с ним работать. И может быть, как бы я расскажу наше видение, и может быть, оно вам поможет. Потому что мы тоже часто работаем и с архитекторами, и с разными креативными командами, и мы всегда мечтаем сращиваться. То есть вот те сращивать потребности людей, их ожидания и потребности, возможности бизнеса на территории с тем визуальным образом территории, который создается, и в том числе который может быть реализован через арт-объекты, и вот через то настроение, которое арт-объекты территории дают. Это на самом деле очень важная часть образа и очень важная часть покупки и продукта, за которым люди едут, которые они ожидают и которые они получают. Поэтому я вот в конце про идентичность чуть подробнее отдельно хочу сказать. Ну, в общем, поехали по нашей логике. Простите, если будет муторно, но я постараюсь как бы быстро ее рассказать. Не для того, чтобы, наверное, вы повторили, а, наверное, для того, чтобы вы просто понимали, откуда что берется и как это выстраивается или должно выстраиваться. Первый этап у нас – это всегда, естественно, работа на территории. Мы смотрим все объекты, которые изучаем. Это первое. И второе – мы очень много общаемся с людьми. Прям основная часть у нас – это глубинное интервью. Мы делаем, конечно, всякие фокус-группы, и соучастные проектирования, и сессии. Но вот я всегда за то, чтобы общаться глубоко. Поэтому у нас всегда десятки глубинных интервью и с местными жителями, и с предпринимателями, и с администрацией, и с инвесторами. В общем, абсолютно со всеми мы едем на территорию и проводим там какое-то количество дней. Чаще всего это два-три раза за проект. И, собственно, изучаем. Да, простите, я вам не сказала, собственно говоря, куда мы отправимся сегодня. Мы отправимся на юг Ульяновской области в удивительное село Троицкий Сингур. Я, по ходу, буду про него рассказывать. В этом селе есть, на самом деле, создан большой холдинг, агрохолдинг, с большим оборотом, в него входят 15 компаний очень разного профиля, но все они, интересно в нем то, что у него один хозяин, точнее, отец и сын хозяева этого холдинга, и они весь свой доход от этого холдинга направляют на развитие вот этого села Троицкий Сингур. И у них есть удивительная социальная модель, они действительно, у них ВВП их села, в котором живет 5000 человек, больше, чем ВВП страны, и для них, у них есть цель повысить среднюю зарплату села до 100 тысяч рублей к 2030 году. Это удивительная и совершенно нереальная статистика по нашей стране. И один из инструментов, как бы, вот они хотят, собственно, развивать туризм. Почему? Потому что к ним так едут люди посмотреть на то, что это за чудо такое Троицкий Сингур. Я, по ходу, буду про него рассказывать, и вот, как бы, вам станет понятно, почему, собственно говоря, мы этим занимаемся, и они этого так хотят. Итак, первое, что нам нужно понимать, это вот тот самый потенциал, это та самая инфраструктура, то есть те самые хорды. Что мы делаем? Мы смотрим, мы прямо вот так вот собираем большие базы данных и смотрим, какие у нас есть средства размещения, сколько емкость, какое качество, это вот эти вот цифры, да, 4,5, 4,3, где они располагаются, и что нам нужно здесь понять? Нам нужно понять, во-первых, вот ту самую емкость, потому что мы говорим же о росте потока, и нужно понять, сейчас закрывается, людям есть где жить, грубо говоря, и сколько мест, достаточно ли тех мест, которые спрос закрывается, или тот, который есть сейчас, и достаточен ли он для нашего прогноза. То есть мы там, например, хотим увеличить поток, а дальше там в 5 раз, в 3 раза, в 10, во сколько угодно, нам надо понять, достаточно ли сейчас средств размещения, если нет, то сколько нужно дальше. Это первое. И второе, что это за качество? Потому что у нас есть большой блок, и мы прекрасно понимаем, что мы будем работать с целевой аудиторией, то есть нам нужно понять, а кто к нам поедет, почему эти люди к нам поедут, что они хотят. И нам нужно понимать, то, что сейчас есть, удовлетворяет потребности нашей аудитории, либо они тратят деньги где-то в другом месте. Вот, например, здесь у нас есть, ну здесь у нас два села, на самом деле они как одно целое воспринимаются, и одно из них стоит на федеральной трассе. И значительное количество людей живут в средствах размещения, которые находятся на федеральной трассе. То есть мы понимаем, что они оставляют деньги вне наших поселков, и нам как бы, потому что в поселках нету, например, в самом Сунгуле нет средств размещения, люди там не ночуют, хотя там находятся основные точки показа, и сервисы, и точки интереса все там, но людям там негде ночевать. То есть они увозят деньги, ну там, на трассу и в другие места. То есть для нас это сразу точка роста и точка дачки. Ну и мы смотрим ценовое поле вот таким образом. Для чего? Для того, чтобы понять, собственно, тоже, где дырки, да, чего здесь не хватает сейчас. Какого сегмента? Вот, например, мы сейчас видим, да, вот как это читается, что в Новоспасском нету дешевых средств размещения в районе тысячи рублей, а это достаточно большой спрос имеет в тех сегментах, которые здесь есть. То есть мы понимаем, что нам нужно поставить в идеале гостиницу с стоимостью размещения за номер примерно до тысячи, потому что на это есть спрос, мы чуть дальше это увидим. Точно так же мы анализируем точки питания, да, это второй момент, да, вот мы, например, видим, да, опять в Сумбуре у нас ничего нет, да, люди уезжают куда-то, опять-таки оставляют деньги там непонятно где. И, ну, мы тут классифицируем определенным образом, рассматриваем, да, то есть вся задача пользования здесь, осознать, что, как люди вот там себя ведут. Дальше это, собственно, точки показа, то есть это точки интереса. Мы их разными способами выявляем, то есть это то, что люди смотрят, или то, что могли бы посмотреть, но почему-то пока не смотрят. Это к нам будет тоже дальше. Из этого задачи, как бы, что с этим делать, например. Ну, сейчас расскажу потом, как это делается, но, в общем, суть в чем? Суть в том, что это же все наши основные там потребности, да, приехали на территорию поспать, поесть, посмотреть что-то. Вот три базиса, да, мы смотрим, что у нас здесь есть. Ну, и есть истории вот такие, отдельно мы их поносим. Это важный момент про сервисы. Здесь просто, на самом деле, даже нечего толком показать, потому что, ну, территория, на нее едут туристы, но они их не обслуживают. Поэтому, как таковых, активности нет. Но мы, тем не менее, вытаскиваем всякие места, типа, культурно-досугового центра, где можно было бы, я не знаю, посмотреть кино или сделать какой-то, я не знаю, мастер-класс или сделать там, не знаю, какую-то встречу для корпоративных клиентов. Или там, не знаю, прогулки на САПах. Вот есть человек, который купил 10 САПов. То есть мы можем его дальше включать в продукт и вот вовлекать и приводить на него туристов. Ну и самая еще одна важная история – это доступность транспортная. Мы там смотрим, да, откуда можно доехать, как, почему, откуда нельзя, какая логистика удобная, где, потому что у нас дорогами, сами знаете, как. Собственно говоря, все. Это инфраструктурный парказ, что у нас есть, чего у нас нет, в каком это качестве. Вот как бы три главных вопроса. Дальше мы смотрим, помните, первый блок, наша мантра инфраструктура. Сейчас второй блок – это продукты. Помним, да, что это то, что люди могут купить. И здесь вот мы смотрим, что, например, на территории у нас проходит более ста событий. То есть каждые три дня в Сунгуре что-то происходит. Это удивительная как бы история. Все эти события, они спонсируются этим холдингом. Но что мы здесь увидели? Что значительная часть этих событий, она происходит для сотрудников. Холдинг очень большой, и для них это некая социальная ответственность. Проводить фестивали, праздники, молодежные слеты и так далее. Но при этом мы видим, что есть события, на которые уже начали приезжать внешние туристы. Потому что они делают это качественно для себя. Например, День Победы, у них есть мемориал, на который у них есть автоцех свой. И мастера, свободные от работы время, собрали со всей страны, реально восстановили. У них вся техника времен Великой Отечественной войны, она вся на ходу. То есть все вот эти вот там Катюши, танки, Т-34, вот это все на ходу, и они реально устраивают парад. Они всю эту технику снимают с постаментов на 9 мая по этому маленькому селу, они, значит, идут на этой технике. И на это событие приезжает до 3000 человек из области, потому что нигде в области ничего подобного не проводится. То есть таким образом они своими событиями уже начинают как бы магнитить внешнюю аудиторию. Для нас это важно, потому что мы будем дальше это использовать. Это ресурс для нас уже. То есть мы понимаем, что как бы это можно... Люди приезжают, но им дальше, помните, там негде поесть, негде переночевать, им там толком нечего смотреть. То есть они приезжают, но мы их не можем монетизировать, потому что это не отлажено. А туризм все-таки это как бы бизнес прежде всего, поэтому у нас будет задача дальше монетизировать это. Но для начала мы должны как бы осознать эту историю. Маршрутов практически нет. Мы смотрим на территорию, у нас есть один человек, который вводит вип-экскурсии, вот он вот так вот вводит на самом деле все объекты, но по факту нет этого в продаже. То есть сразу возникает потребность в том, чтобы сделать из этого продукт. Писать маршрут, повесить где-то на сайте, люди будут приезжать, спрашивать, и, собственно говоря, можно оказывать услуги, брать за это деньги. Ну и дальше мы на самом деле смотрим еще, ну как бы весь регион, смотрим, а куда люди ездят-то сейчас вообще в Ульяновской области, почему они приезжают в Сунгур или не приезжают в Сунгур, куда они вообще ездят. И мы посмотрели, и оказалось, что вообще в принципе в Ульяновской области практически по Ульяновской области очень-очень мало туров, и ближайшие города, там в доступности Сызрань, Самара, Ульяновская, Пенза, они все, например, на расстоянии там 3-4 часа, ну там от 2 до 4 часов, они ездят либо вовне, либо по крупным городам. И когда мы посмотрели, почему, мы поняли, что в самой области крайне мало объектов, которые интересуют, ну, которые могут интересовать даже, ну, как бы местных жителей. Для нас это очень классно, почему? Потому что мы точно совершенно, то есть это пустая ниша, и если мы сформируем предложение в виде, например, маршрута, в виде экскурсий, мы сможем выйти на рынок через разные, любые, через агентство, через администрацию, через соседние регионы, да, туристические ресурсы, мы сможем туда, ну, предложить свой продукт, и будет спрос. То есть спрос явно есть, но нету предложения, да, вот мы здесь это видим, что предложения толком нет, поэтому это не занятая ниша, на которую наш Сунгуру очень классно ложится. Ну и дальше, на самом деле, это наше самое сердце, любого нашего исследования, это люди, потому что, ну, я всегда говорю, что туризм, это такое поле диалога, где встречаются люди, которые любят свою территорию, хотят ее показать, и люди, которым почему-то интересно туда приехать. Вот там, где они встречаются, происходит туризм. Вот, соответственно, нам, мы до этого смотрели все, что всех людей, которые могут что-то предложить, теперь нам нужно понять, кто те люди, которые хотят почему-то приехать, почему они хотят, кто они, что им нужно. У нас есть своя методика работы с целевой аудиторией, она довольно стандартная, просто переложена на туризм. Мы сначала считаем поток, нам важно, конечно, общее количество людей, которые сюда приезжают, а дальше мы делаем вот такую историю. Это сегментация аудитории. Мы ее делаем по такой потребности в поездке чаще всего, да, то есть кто эти люди, что они хотят увидеть. И вот здесь у нас получилась следующая история, чуть-чуть акцентирую на это внимание, потому что мне кажется, важно это. Первое, у нас есть люди, которые едут по трассе, по региональной, по федеральной трассе и проезжают мимо Сунгура. Они видят, ну вот как вот этот прекрасный молодой человек на картинке, они видят танк, выходят и фоткаются. То есть это наш клиент, но при этом мы видим, ну дальше покажу, мы их глубоко анализируем, мы знаем, что они не оставляют денег, например, да, мы залезаем в подноготную всех этих людей и знаем, что они делают или не делают. Или там, да, у нас есть зрители событий, их тоже довольно много, они приезжают, но опять-таки денег они не оставляют. Вот, и так вот у нас есть, соответственно, несколько, тут шесть типов клиентов, они разные, мы про них, вот я говорю, все собираем, как они приехали, сколько они находятся на территории, вот, например, транзитные, меньше часа. Все, они ничего, денег, денег нигде они не тратят. Что слышно? Слышно, слышно? Да, слышно, хорошо. Ага, у меня просили наушники, я буду так говорить с экрана. И, собственно, мы все про них знаем, вплоть до того, что мы рисуем для них вот такие карты пользовательского опыта. Может быть, кто-то слышал такой термин CGM, Castry Journey Map. То есть мы прям знаем, куда они идут, как они приезжают и главное, что им нравится, что им не нравится, где они тратят деньги. И вот здесь прям везде от них отзывы, это прям из цитаты или из отзывов, или чаще всего из наших интервью с ними. Отсюда мы начинаем получать информацию о том, чего им не хватает, какая у них есть потребность, что им нужно, чтобы денег побольше потратить и так далее. Мы делаем такие карты на каждый сегмент, и у нас получается такая сводная, некий сводный, вот такой обычно анализ потенциала сегментов. Как мы можем их растить и как мы можем, естественно, растить их чеки, потому что нам нужно развивать малый бизнес, и нам нужно понимать, на чем он, что будет востребовано. То есть мы таким образом обосновываем дальше свои проекты. Вот, и еще один момент, это инициативы местных жителей, потому что мы тоже много с этим работаем. Сейчас я покажу чуть дальше, как мы это используем. Всегда есть люди, у которых есть желание что-то сделать, но их обычно что-то останавливает. Вот наша задача каждый раз активировать этот человеческий капитал, понять, какие идеи есть, то есть что люди уже хотят делать. И дальше всю стратегию выстроить таким образом, чтобы максимально использовать желание, потенциал, возможности местных жителей, встроить их в единую систему и просто чуть-чуть добавить им то, чего им не хватает. Может быть, где-то чему-то научить, может быть, чуть-чуть как-то их немножко скоординировать или направить в какую-то историю, чтобы собралось единое целое, вся вот эта система. Поэтому это тоже у нас отдельный этап. Мы прямо долго с ними разговариваем, чего они хотят, чего могут и так далее. Ну и, собственно говоря, подходим к самому, наверное, интересному. Это идея, третий этап нашей мантры – это маркетинг. Здесь тоже сложные у нас методики. Мы смотрим, как территория позиционируется вовне и позиционируется ли. Вот наш сунгур, он никак не представлен, про него вообще нет никакой информации, ни сайтов, ни СМИ, никаких проектов, ни соцсетей, ничего толком нет. Но при этом люди туда уже едут. Это интересный, очень интересный вариант. Дальше смотрим, как воспринимается. Все равно некий образ, как бы он есть. И дальше та самая загадочная и волшебная строчка про идентичность территории. Я чуть позже про нее подробно расскажу. Но здесь это на самом деле такой интегральный. У нас это агропроизводство, потому что у нас на территории есть два агрофолдинга, которые создают уникальное молоко, которое используется, поставляется всем вот этим известным нам маркам. Данон, Растишка, Актимель, Простоквашина – все эти марки используют молоко с нашего сунгура. Про это мало кто знает, но это действительно так. И плюс у них есть несколько своих агроферм небольших, они делают сыры, у них есть своя небольшая марка, они ее продают вообще просто за счет высокого качества, продают на руки. То есть они даже ее нигде толком не позиционируют. Это первое. А вторая такая идентичная территория – это казачество. Это уникальная история, потому что казачество туда приведено вот этим директором, основателем холдинга, потому что он в какой-то момент понял, что людям не хватает идеологии. Именно вот идеологического какого-то бесплатиться. Он привез туда казачество и, собственно говоря, очень активно развил. То есть все сообщество построено сейчас уже, это добровольная история, но тем не менее у них есть казачьи классы, у них есть обязательные слеты, у них есть каждые… То есть они ходят, например, там все на службу, они все учатся в выездке, дети, ну то есть много-много всего, вокруг чего у них задача на самом деле интересная – повысить рождаемость. Чтобы повысить рождаемость, они поняли, что как бы нужна мужская ответственность. И они искали идеологию, в которой можно было бы воспитывать молодых мужчин. И вот в казачестве, оказывается, есть принцип такой, извините сразу за… ну как бы из песен слова не выкинешь, но как бы основной принцип казачества – казак с голой жопой не казак. Поэтому как бы мужчины, все, кто в казачестве, они обязаны либо… Они в этом помогают, в общем, короче, там целая система, если честно, как бы основанного на казачестве. Это прямо вот у них в душе, несмотря на то, что исторически там никогда этого не было. И… Дальше, да, то есть мы им рассказываем. Так, звук прерывается. Прерывается? Так, сейчас слышно. Так, вот на казачестве когда-то закончила, пропало, все. А сейчас? Да, сейчас слышно, да. Ага, соответственно, что мы делаем с маркетингом? Мы берем эту идентичность и дальше будем упаковывать ее в продукты. Я чуть позже расскажу эту технологию, но суть в том, что нам нужно найти смысл. Вот мы их выбрали два. Это Агро-чудо. В итоге у нас получился вот такой бренд, Троицкий Сунгибр Агро-чудо-Россия. Почему мы здесь, собственно говоря, описываем, почему, приводим все эти картинки. Ну и дальше упаковываем это в продукты для уже людей и предлагаем инструменты, через которые можно было бы позиционировать именно эту территорию, исходя из ее особенностей. Ну, сейчас чуть-чуть в конце об этом скажу. Ну, эффекты тут понятны. И, собственно, все. То есть мы собрали все данные. Мы знаем, что у нас есть, где у нас есть пожить, поесть, что посмотреть. Мы знаем, кто к нам едет. Мы знаем, что с продуктами у нас довольно плохо, их просто пока нет, но есть инициативники. И знаем, что нет позиционирования, но есть довольно четкая, ярко выраженная идентичность. Дальше, собственно, моя волшебная методика, которая называется ресурсный анализ. В чем она состоит? Мы берем обычно карту мира и на нее выписываем по каждому из блоков анализа плюсы и минусы. Прям нон-стоп. То есть, ну, например, вот здесь, да, у нас есть инициатива и грант на создание туристической базы, но при этом у нас нету средств размещения в самом месте. У нас есть аудитории, которые хотят проживать, но им негде. У нас нету позиционирования на внешнем поле этих средств размещения. У нас есть точная нехватка в средствах размещения. И, соответственно, когда мы соединяем возможности с потребностями и с тем, что не хватает, у нас получается четкая задача. Ну, то есть в данном случае нам нужно создать базу отдыха, которая бы удовлетворяла потребностям вот этих аудиторий. У нас это, например, спортсмены, деловые туристы и паломники. Вот у них есть потребность проживания. Да, у нас есть деньги на создание базы отдыха, и ее нет в Троицком Сунгуре. То есть у нас получается задача создать базу отдыха для спортсменов, паломников и деловых туристов в Троицком Сунгуре. Собственно, вот она первая задачка. Из этих задачек создаются проекты. Вот, ну, как бы, не знаю, понятно ли, объяснила, надеюсь, что понятно. Очень простая методика, но она реально прям быстро отвечает на вопрос, что нужно делать. Так мы проходим по каждому из пунктов нашего анализа и получаем, собственно, концепцию развития или набор задачек. Вот тут как бы эта схема, да. То есть у нас есть ожидания аудитории, у нас есть инициативы местных жителей, и у нас есть проблемы и ресурсы. Мы все это собираем, у нас получаются проекты. Дальше смотрим, как они реализовываются в других местах и, собственно говоря, оформляем их в предложения. Концепция обычно, ну, собственно говоря, вот, да, то есть есть потребности и перспектива целевых аудиторий, что им нужно. Здесь мы уже рассматриваем конкретные предложения. И вот у нас получаются эти задачки из ресурсного анализа. То есть что у нас в данном случае получилось? Получилось, что, во-первых, нам нужно средства размещения, да, для тех аудиторий, которые мы уже проговорили. Нам нужна точка питания в самом Сунгуре. И нам нужно, поскольку у нас нет никаких обозначений, люди вообще не знают о том, что сюда можно заехать, нам нужно работать с трассами. То есть нам нужны входные группы, нам нужны на трассах какие-то билборды, указатели. Желательно, чтобы они были, ну, как бы в идентичности, чтобы сразу было интересно и понятно, почему туда нужно заехать. То есть основная работа у нас с продуктами, да, мы помним, что у нас есть точки показа, но у нас нету, про них никто, ну, как бы не знает, они нигде не представлены. И еще у нас довольно много самостоятельных туристов и туристов, которые мимо проезжают, но не знают, что им делать. Поэтому нам нужно упаковать то, что есть в маршруты, выложить их на сайтах, сделать достаточно хорошее представительство в Тугис, в Яндекс-картах, в Гугл-картах, да, то есть чтобы работать с автотуристами, чтобы они сразу видели, то есть надо сделать качественные карточки территории там, да, чтобы они сразу видели, куда заезжать. Ну, и у нас есть несколько сегментов, для которых не хватает продукта, это и деловые туристы, то есть нам нужна бизнес-экскурсия по нашим агрообъектам, мы с ними поговорили, они готовы, они готовы пускать на производство, то есть все это можно показывать, нужно только упаковать это в турпродукты. И у нас есть школьники, которым интересно это смотреть, то есть продукт должен быть немножко другой, но объекты те же. Ну и дальше, собственно говоря, позиционирование, здесь тоже у нас классный карт-блант, потому что практически ничего на рынке нет, и здесь просто приводим конкретный канал, через который будет перспективно позиционировать. Ну и дальше, собственно говоря, мы предлагаем эти проекты и показываем, подбираем референсы, то есть вот маршруты для деловых туристов, показываем примеры, где это сделано, ссылками, чтобы наши заказчики могли зайти по ссылке, посмотреть, как это сделано, может быть, съездить туда поучиться, может быть, почитать про них, и, собственно говоря, дальше эти маршруты либо самим разрабатывать, либо нас привлечь, мы можем помочь. Ну и так по каждому пункту мы им раскладываем, где что посмотреть, где можно поучиться этому, чтобы они прям уже брали и делали. Ну и приводим, конечно, вот этот важный момент, где взять деньги на все это, собираем такую библиотеку возможностей поддержки. Ну здесь хотела вам коротко сказать про то, что мы работаем с концептами отдельных объектов, ну не то, что это наша такая как бы сильная сторона, но то есть наша задача придумать идею. Помните, у нас там есть три совершенно разные аудитории, которым нужно проживание. Это деловые туристы с достаточно высоким чеком и достаточно высоким уровнем ожидания. У нас есть транзитные туристы и участники спортивных соревнований паломники, у которых чек совсем другой и ожидания, соответственно, другие. Например, ребятам, которые спортсменам, нужно более проживание на четыре человека. И есть у нас еще ребята с ОВЗ, потому что там есть конюшня с ипотерапией, и туда приезжают со всей страны на самом деле. Это три принципиально разные аудитории, для которых есть разные стандарты, разные чеки и разные ожидания. Поэтому, собственно говоря, мы собрали их потребности, представили их в каталогах объектов, сделали общие такие описания, какие номера нужны, и предложили сделать, собственно говоря, несколько таких домов размещения в казачьем стиле, каждый из которых отвечал бы потребностям разных аудиторий, чтобы их можно было там консервировать, открывать, закрывать, сделать, но при этом сделать их и автономными, и в едином стиле собрать такую единую некую деревню. Дальше там у них есть еще конюшня, добавить сыроварню, потому что уже есть человек, который готов ее построить. И, собственно говоря, все это мы им сажаем на местность, и дальше уже, на самом деле, передаем обычно архитекторам всю эту историю, для того, чтобы они уже проектировали, мы в проектирование сами, ну, как бы не идем, наша задача как бы идею создать. Ну, собственно говоря, и все дальше. Обычно мы вот так это укладываем, что, когда, чтобы все это билось воедино, чтобы, ну, смотрим на возможности команды, на их возможность финансирования, на их возможность человеческого ресурса, да, чтобы их не перегрузить, и постепенно мы шли к какому-то, ну, понятному, да, здесь развитию. Получается, дорожная карта, ну, и, в общем-то, можно практически начинать делать. Собственно говоря, все с точки зрения концепта, стратегии. Вот так мы работаем. Еще раз, у нас три блока, три трека. Это инфраструктура, продукт и маркетинг. И три этапа. Это исследование, анализ и проектирование. Когда мы уже предложение формируем из того, что проанализировали. Вот такая получается простая достаточно матрица, в которой много данных, правда. Я хотя бы обещала с вами поговорить еще про идентичность. Здесь как бы такой момент, может быть, просто вам придется сталкиваться с теми, кто работает в туризме. У нас есть три термина, которые вроде как про одно и то же, но на самом деле они про разные. Это туристический магнит, бренд и идентичность. Вроде как это примерно все про одно и то же, но на самом деле нет. И я хотела прям очень коротко про это сказать. В чем все на самом деле начинается с идентичности? Что такое, вот в нашем понимании, что такое идентичность? Идентичность – это некая уникальность, уникальные смыслы территории, которые берутся из нескольких вещей. Первое – это может быть природа. Второе – это может быть история. Третье – это может быть культура или что-то социальное. То есть это обычаи, обряды жизни людей, какие-то традиции. Но важно, что у идентичности всегда есть корни. Есть корни во времени или в пространстве. То есть это не что-то новое, это что-то, в чем закопано, что закопано в этой территории, грубо говоря. Или это первое. То есть идентичность – это то, что на территории, на любой территории на самом деле идентичность можно найти. Дальше есть такой термин, как магнит туристический. То есть что такое магнит? Магнит на самом деле – это то, на что туристы едут. Как сделать из идентичности магнит? Нужно добавить продукт. То есть что это такое? Вот, например, у нас есть, не знаю, лавандовое поле, самое большое в мире. Или, не знаю, в России или в Крыму, неважно где. Ну, предположим, это идентичность. То есть это что-то неповторимое. У него есть корни. Корни, они природные, географические. Как нам сделать так, чтобы на это поехали люди? Нам нужно добавить продукт. То есть если мы с вами, например, поставим красивую арку или скамейку, или сделаем мастер-класс по производству лавандового, не знаю, сахара, соли, мыла, вина, чего угодно, начнем продавать это мыло, вино и начнем рассказывать про то, как мы это делаем, мы создадим продукт. И таким образом мы создадим магнит. То есть люди будут, начнут сюда ездить, потому что им будет чем заняться, и, соответственно, мы начнем монетизировать эту историю. А вот если мы начнем еще про это выстроим позиционирование, и начнем громко про это рассказывать, у нас получится бренд. То есть самые крутые бренды в туризме, те, которые основаны на идентичности. Это самый такой большой залог успеха туристических локаций, когда они выстроены вот в этой тройной цепочке. То есть есть идентичность, она упакована в продукт и выведена, и классно спозиционирована. Бывает на самом деле по-разному. Я вот тут просто на каком-то вебинаре рассказывала примеры. Вот, например, Штроицкий Сунгур – это пример, где есть идентичность, но нету продукта и нет бренда. А, например, Кижи – это пример, когда есть идентичность, есть и продукт, и дальше есть бренд. То есть есть все вместе. И на самом деле эти истории бывают разными. То есть бывают, вот, например, село Эмикон, да, знаете, полюс холода, минус 72 градуса. Тут история про то, что как бы есть бренд, он известен на весь мир. У них есть идентичность, но нет продукта. Ну, то есть идентичность их – это вот эти минус 70, ну, это жуткий холод. Но при этом там нет продукта, поэтому там не работает бизнес, и на самом деле туризм не развит. Потому что там нету, не про что, ну, как бы, есть про что рассказать, но нечем заняться по факту. То есть самое главное, что люди привозят из Эмикона, это вот эту фотографию, да, минус 72 градуса. То есть никакого продукта нет. А вот, например, село Вятске, наверняка вы про него знаете, да, самая красивая деревня России. На самом деле идентичность, ну, так, ну, на мой взгляд, она недораскрыта там, потому что, в принципе, таких локаций очень много. Но там сделан очень крутой бренд, который выстроен именно на продукте, да, там создано много классной инфраструктуры, она очень красивая, яркая, она классно упакована, люди туда приезжают. То есть, в принципе, конечно, ну, не сравнить там, да, с уровнем. Уровни бренда тоже могут быть разные. В общем, это, ну, тут у меня есть еще там много примеров, когда, ну, например, парк, чудесный парк, ясно поле. Классная идея без идентичности, да, то есть есть продукт. И, ну, я уверена, что у ребят получится классно выстроить бренд, но с идентичностью, ну, как бы, вопросы. В общем, короче, разные, разные и разные бывают варианты. Что я вам хочу, собственно говоря, сказать? Что в итоге, что когда вы будете очень-очень хочется, чтобы, ну, как бы в нашей нише нам, например, вот как тем, кто проектирует туризм, очень часто не хватает возможности именно каких-то идей упаковки этой идентичности. То есть мы видим эту уникальность, но ее нужно как-то людям донести. И то, что вы будете делать, это очень крутая возможность эту территорию, ну, как бы эту идентичность донести, упаковать и сделать более понятной. И в этом смысле очень круто работать совместно, когда есть возможность протянуть вот эту историю от идентичности через продукт, через инфраструктуру и дальше в бренд. Тогда не приходится ломать себе голову, и тогда людям, которые про это читают и видят, у них формируются понятные ожидания, они приезжают и готовы тратить за эту идею. Идея, она всегда вокруг идентичности. За эту идею готовы тратить деньги и тем самым развивать ту самую экономику территории и поддерживать и масштабировать в том числе и поток, и малый бизнес и так далее. Вот, собственно говоря, у меня все. Я уже, мне кажется, выбилась немножко из времени. Не выключай, не выключай. Вернись, пожалуйста, к презентации. Очень интересно. А там у тебя была Асташово, Кстромская область. Это вот те территории, с которыми вы работали уже? Нет, нет, нет. Или как-то вы их наблюдали просто? Нет, нет. Это скорее мои какие-то любимые примеры. Сейчас, секунду, я вернусь к презентации. Мои любимые какие-то примеры, которые мне понятны. Это кусочек просто из лекции для курса в Министерстве сельского хозяйства. Я им тоже рассказывала, вокруг чего могут строиться магниты. Просто они чаще всего, очень часто строятся еще вокруг людей. И я здесь привожу примеры, что как бы есть люди, которые сами по себе являются магнитами и брендами, потому что умеют доставать идентичность. Вот здесь, это вот про это пример. Это вот двое, две пары. Их на самом деле много, конечно. Но здесь вот такие люди, которых я там более-менее знаю сама истории, поэтому приводила их в пример. То есть это люди, которые живут на этой территории и как бы любят ее, хотят ее развивать и как бы сами вытаскивают эту идентичность из этой территории, да? Ну, для меня здесь это примеры людей, которые, они не обязательно на самом деле даже там живут. Понятно, что они там много бывают в любом случае, но это люди, которые, ну, в данном случае ребята, которые смогли восстановить там чудесный терем, да, и достать внутри и снаружи, начинить ее вот этой идентичностью, да, создать кухню, создать интерьеры, создать вот эту, воссоздать эту легенду, они очень глубоко, я очень советую просто на их сайт залезть, потому что они там расписали всю историю этого терема, они очень глубоко залезли в документы и в архивы, и именно поэтому они смогли сделать так вкусно, да, потому что они достали всю подноготную людей, которые там жили, и они засунули это во все, и в продукты, в интерьеры, и в меню, в общем, во все. Ребята, которые вот называются Лес и Ветер, тоже в том году, ну, я их как раз вот лично знаю, с ними в том году работала в Акселераторе ОСИ, они залезли в вепские леса, как кинорежиссеры, и просто влюбились в вепсов, это малый, очень исчезающий, очень малый исчезающий народ между Ладогой и Онегой на севере, ну, на стыке Карелии, Архангельской области, Вологодской, Ленинградской, вот в этом вот месте, они живут, эти вепсы, и ребята тоже очень круто воссоздали их, ну, знакомят с ними, с их идентичностью, но через туры, можете зайти на их сайт, Лес и Ветер они называются, у них прям есть туры в гости к вепсам, и они, вы туда приезжаете и живете с этими людьми, они прям там, ну, с ними водят в свои, там, не знаю, какие-то храмы, в свои дома, ну, в общем, там, это пример как раз как идентичность упакована в продукт, в турпродукт, потому что это туры, а у ребят это терем, это объект, но тоже основанное на глубоком знании идентичности. Поняла, а выше там у тебя еще что было? Здесь у меня, ну, здесь я про бизнес рассказываю, как, как бы вокруг бизнеса идентичность построена, первый пример, это, ну, классик, классика жанра, что называется, кубачинское серебро, на село Кубачин в Дагестане, над Дербентом, в горах, это производство, которому уже много веков, и оно было известно, то есть у всех правителей России, вообще у всех правителей мира есть кубачинское оружие оттуда, потому что, но это одно маленькое село, и все абсолютно жители этого села, все дети до сих пор имеют несколько специальностей, они мастера по серебру, потому что они в школе вместо труда в течение 10 лет учатся создавать вот эти невероятные украшения, ну, узоры на серебре, да, то есть это в разном виде, там есть украшения, есть оружие, есть вот там посуда, и у них еще есть золототкачество, это еще вообще с времен шелкового пути там как бы это было занесено, но вот они все, они там сохраняют кровь кубачинскую, ну, в общем, это прям тоже, я могу долго-долго про это рассказывать, сама там была эта удивительная история, но это пример, как вокруг одного производства выстроен бренд, именно вот одно производство, это серебряное производство, и кубачинское серебро известно вообще на весь мир, уникальный своей вот этой историей, а другой пример кардинально совсем другой, это ребята из Тульской области, которые изначально были производством мясопродуктов, то есть у них как бы завод по производству разных-разных мясных продуктов, и дальше они вокруг этого сделали туристическую локацию, ну, как бы, и это тоже окей, это пример агро, ну, у меня пример был про агробизнес, про сельский бизнес, да, то есть это небольшая территория, где перевели производство, сделали возможность там пообщаться с, не знаю, с животными, я просто сама вегетариантка, мне сложно про это рассказывать, извините, вот, но тем не менее такой пример есть тоже, вот, в общем, идентичность, она бывает действительно такая, разная, ее нужно накопать. Да, я понимаю, спасибо большое, так, давайте вопросы, Маша Черткова. Я можно к вам вернусь? Да, да-да-да, давай. Маша, давай вопрос. Да, да, у меня такой вопрос к вам, а как вы работаете, если работаете с местными, с местной администрацией, например, в вопросе создания каких-то, скажем, благоприятных условий для развития малого бизнеса или микробизнеса, потому что для того, чтобы развивались территории, нужно, чтобы это было как бы интересно людям, которые туда заходят, то есть из серии, я не знаю, что это там, ну, понятно, не знаю, зона свободная, налоговая какое-то время или есть какие-то суперусловия, да, на основании которых может сюда заходить бизнес. Вот, вот это мне интересно. Смотрите, чаще всего, ну, с администрациями территории мы работаем, ну, понятно, очень много, они чаще всего наши основные заказчики, либо так или иначе основные так, звук прерывается. Звук пропал, да. Алло, алло. Алло. Да, можно сначала практически звук пропадал. Сейчас слышно? Да, да, сейчас слышно. Да, я говорила о том, что администрации чаще всего это наши заказчики, вот, и они понимают, на самом деле, важность развития малого бизнеса. Наша задача им показать потенциал, то есть прям вот часто мы берем за ручку людей, у которых хотят что-то сделать, приводим к администрации, говорим, смотрите, вот у вас чтобы все заработало, Машу, Васю и Петь нужно поддержать. Часто, если мы говорим про муниципалитеты, у них практически никогда нет возможности поддержки, это нужно идти в регион, потому что на региональном уровне эти меры есть, у них, ну, как бы они и федеральные меры распределяют, и региональные. И мы, у нас есть, ну, как бы с двух сторон обычно работа, во-первых, мы показываем в стратегиях и дальше уже в этих разговорах, в презентациях стратегий, показываем важное из тех или иных бизнесов, да, это первое. Второе, мы идем как бы в встречную историю, мы тем, кто хочет что-то делать, показываем возможные меры поддержки, потому что вообще все это есть. И там есть, и с обеих сторон все есть. Вопрос только в том, что почему-то очень сложно, почему-то нужно третье лицо для того, чтобы это все соединить. Часто такое бывает, к сожалению. Вот, поэтому, ну, как бы вот так, мы и с той стороны работаем, и с той, и пытаемся их, как бы, поженить. А, ну вот, хотела бы... Иногда пишем прям за ними, за них, да-да-да, прошу прощения. Гранты, да? Гранты пишете за них? Иногда пишем сами заявки на гранты за них. Ну, честно говоря, ну, мы не любим такие вещи, потому что можно написать за человека заявку, а, ну, в общем, это иногда такая медвежья немножко услуга. Ну, такая. Да, человек должен сам делать все-таки что-то для того, чтобы продвинуться. Да. Вот, слушай, а вот особенно понятно, что не хватает, ну, нужен такой третий человек, который связывает их и других, и там, наверное, зачастую люди, живущие в одной деревне, они не могут нормально коммуницировать, да, там, считают, что они, как бы, вот, деревенские жители, а там правители, они, как бы, правители. Вот, а как вот на твоем опыте, когда ты сталкивалась именно, вот, муниципалитет, вот, в таких небольших каких-то поселениях, как бы, насколько они хотят, чтобы к ним приходил бизнес, ну, или бы какие-то люди инициативные, правда, что-то делали, или чем больше этот муниципалитет, тем больше пофиг этим правителям. Ну, это, конечно, везде по-разному, но вот на твоем опыте были ли прям френдли правители? Ну, на самом деле, у меня здесь, ну, как бы, я, наверное, не очень релевантна для этого вопроса, почему? Потому что, как бы, у меня выборка людей, которые уже хотят, ну, то есть, к нам приходят правители, которые хотят, чтобы у них все развивалось. Понятно. А заказчик такого кейса, у тебя заказчик этого кейса конкретно бизнес, то есть, а этот бизнес тебя знакомит с правителями там конкретно этого и местности? Они там одно лицо. А, в смысле, это семья, они же и в власти сидят. Ну, они, да, они очень, ну, конечно, там формально администрация другая, но их, они очень много участвуют, и для них это просто некая общественная, скорее, нагрузка, на которую они идут, ну, конкретно в этом примере, да, в примере Сунгура, это, они участвуют и в региональном правительстве, и в муниципальном, и, как бы, понятное дело, что они входят в совет села, это 100%, потому что они просто спонсируют и вкладывают огромное количество денег в развитие этой территории сами. Вот, поэтому здесь, ну, здесь, ну, это и уникальный пример, стоит сказать, что это действительно уникальный пример. А так, ну, я еще раз говорю, что, конечно, к нам приходят только те правители, как ты говоришь, которые хотят, чтобы их территория развивалась. И дальше, ну, то есть, они так или иначе настроены на то, ну, и поскольку они приходят к консультантам, они настроены на то, чтобы слышать, слышать рекомендации, да, они могут спорить, но просто у нас такая методика работы, что мы выстраиваем единую команду, мы не консультанты, которые там пошли, что-то подумали, через три месяца пришли и сказали, вот вам презентация, делайте, что хотите. Мы с ними, ну, как бы мы выстраиваем некую единую команду, потому что у нас одна цель, у нас одна цель развить вот эту территорию. И мы, понятно, что они без нас не могут, да, коли они к нам пришли, и мы без них не можем, потому что им реализовывать, а не нам. Поэтому у нас как бы одна цель, и мы на вот время проекта становимся единой командой, которая вместе думает, вместе постоянно в связи, на связи и друг другу помогает, поэтому вот у нас как бы обычно вот так. Ну, я не вижу, честно говоря, смысла. Ну, и мы еще стараемся очень много, ну, как бы, как сказать, такое, типа колчинга, что ли, что-то, да, то есть мы объясняем очень много, почему и что мы делаем для того, чтобы учить, потому что, коли они пришли, у них нет понимания системности туризма. И наша задача, конечно, сделать так, нас на всех не хватит, наша задача сделать так, чтобы они понимали, работали без нас, когда мы идем. Ну, вы потом, вот сколько из, какая-то статистика из того, что вы проектируете, получается, то есть, вот, допустим, приходит, проходит там год или там два года, то есть вы как-то отслеживаете, получилось ли у них что-то сделать? Вот кому вы делали аналитику? Да, да, ну, отслеживаем, конечно, да, да, отслеживаем, конечно, но сейчас, наверное, 70 на 30, 70 получается, 30, 30 нет, 30 это чаще всего объекты, потому что инвесторы передумали. Ну, вот они, типа, оценили у них там, не сошли, не сошлась бизнес-модель, они не пошли реализовывать. Понятно. Так, хорошо, спасибо. А те, кто оказывает большие стратегии, они идут дальше. Да, спасибо. А у меня вопрос целевой аудитории, то есть вы, получается, смотрите, те, кто приезжает, а потенциальную гипотетическую вы учитываете? И как, если учитываете? Да, да, учитываем, конечно, но тут как бы история такая, что мы, у нас как бы чаще всего позиция, ну, конечно, это зависит от заказчика, но у нас тут есть, сейчас, в общем, смотрите, мы чаще всего в 90% случаев мы предлагаем проекты, которые увеличат объем и чек имеющейся аудитории, то есть что нужно, чтобы ее стало больше. Для того, чтобы привлечь, ну, как бы вот наш опыт показывает, что чтобы привлечь принципиально новую аудиторию на территорию, нужно создать принципиально новый тип какой-то объекта, тип интереса, объект интереса, принципиально какой-то другой. такой. Обычно с такими запросами приходит, ну, другой запрос, то есть люди говорят, мы хотим построить приключенческий, вот у нас сейчас есть пример в Мурманской области, мы хотим построить приключенческий парк на краю земли, ну, как бы на территорию, куда не едут вообще туристы. И обычно запрос такой, как бы, а дальше есть, как бы, вот проведите маркетинговые исследования и скажите, а есть ли аудитория для того, чтобы вообще есть ли люди, которые будут интересны вот примерно такие объекты или там примерно вот такой концепт. И дальше мы садимся и в обратную идем, да, то есть мы смотрим объекты, какие у них в принципе в мире, в России есть сегменты, кто потребители. И дальше смотрим, сколько их в этом регионе или в соседних регионах, почему они поедут, не поедут. То есть это вообще другое исследование, поэтому, как бы, вот наш опыт показывает, что, ну, как бы, невозможно привлечь, не знаю, горнолыжников, если у тебя пустыня, да, там и так далее. И поэтому в основном мы, как бы, работаем с имеющейся аудиторией, либо если мы видим, например, инициативы какие-то, которые могут привлечь принципиально другую аудиторию, то мы можем ее посчитать. Но это, как бы, по опыту это не очень история, как бы, потому что пока эта инициатива будет реализована, она должна быть масштабной. Ну, короче, в общем, такая история. В основном мы работаем с той аудиторией, которая есть, либо близкими сегментами. Понятно. Ответили, Анна, на вопрос, да? Чавелева. Да, спасибо. Так, пока рук больше нет с вопросами, я задам вопрос. Вот то исследование, которое вы делали сейчас для Сунгура, сколько оно по стоимости для клиента? То есть, вот клиент обращается, чтобы примерно понимать. Да, коммерческая тайна. Особенно для этого клиента. Мы очень дешево делали, честно скажу. Очень дешево. Нет, хорошо. Я, ну, в среднем вот кейсы мы с тобой говорили как-то, да, на эту тему в личке. То есть, расскажи, в принципе, цена образования на включение в это в проекты, да, какие-то. Да, но на самом деле это сложная, больная тема, потому что у нас очень странный рынок. Тебе за примерно один и тот же тип работы разные клиенты могут заплатить в 10 раз разную различающуюся сумму. Вот, и здесь, поскольку все упирается в компетенции, которых у нас много. Иногда, вот, например, Сунгур мы сделали очень дешево. То есть, Сунгур нам стоил меньше миллиона. Это три месяца работы, но и это такая поверхностная довольно работа. То есть, мы там не ушли в стратегию, мы не ушли в проработку проектов, мы сделали концепт. Вот. И, ну, это как бы довольно дешево, но там и территория небольшая, нам очень хотелось кейс такой. Ну, потому что они уникальные, уникальное село, прям реально уникальное. Поэтому мы вот так работаем с ними проводим. Ну, а если, ну, какая-то стратегия или что там дальше, какие ценники? Ну, дальше, там, в три-четыре раза больше, если это, ну, еще зависит от масштаба территории. То есть, если мы работаем с селом, в котором пять тысяч человек, и там три гостиницы, это одна история. Другая история, если мы работаем, например, с городом большим, там, не знаю, в пятьсот-семьсот тысяч миллион жителей, или мы работаем с муниципалитетом, где большая, вот, в Мурманской области, там, мы работали с муниципалитетом, где очень большая площадь. И там ты просто разоришься на том, чтобы, там, посмотреть хотя бы все. Ну, то есть, каждый раз надо смотреть, что за территория. Ну, то есть, несколько, от несколько миллионов для больших территорий, для, там, типа, городских таких пространств. Ну, там, от одного до, там, пяти-семи миллионов. Вот такая, примерно. Это стратегия, это с концепцией вместе? Это стратегия. Дальше есть еще история про проработку проектов, потому что мы ее накидываем, типа, вам нужно разработать маршрут. Ну, как бы, все, это идея, скорее. Мы можем дальше разработать им этот маршрут. Или, там, концепция базы. Вам нужно поставить три домика для таких-то людей, такого-то объема в казачьем стиле. Ну, как бы, это концепт. Дальше мы можем пойти в детализацию, уже в более детальные тэпы, в проработку. Ну, как бы, понятно, с какими-то партнерами. Но это уже, как бы, детальная проработка. Вот. Поняла. Это уже, как бы, отдельный. Поняла, хорошо. Так, ребят, есть еще вопросы? Это у нас время на следующий блок задать. Да, 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 вам надо уже. Вроде бы все. Так, я сейчас расскажу про презентацию по Владимирской области арт-парка, которую мы отправляли нашим потенциальным заказчикам. Ань, если, как бы, есть время, хочешь, оставайся на этот блок. Я тебе все равно хотела рассказать. С ним можно я пойду? Я просто на улице замерзу, может, немножко. Ого, понятно. Хорошо, ну, тогда мы лично потом с тобой созвонимся на этот счет. Хорошо. Да, хорошо. Все, спасибо тебе большое. Спасибо, всем удачи. Спасибо за информацию интересной. Пока. Счастливо, пока-пока. Так, сейчас я сделаю демонстрацию экрана. Значит, расскажу следующее. Значит, в сентябре мы работали... Видно, да, презентацию? Так. Видно. Значит, в сентябре мы работали над разработкой концепции... Ну, не концепции, а вообще того, как можно разработать арт-парк и арт-маршрут как новые точки притяжения туристического потока для Владимирской области. Есть сейчас у меня партнеры, которые работают непосредственно с федеральной, причем, которые работают по теме развития туристического потока вообще во Владимирской области. И одним из, как бы, историй по развитию они рассматривали арт-парк, либо что-то связанное с искусством на этой территории. Мы сделали для них вот такую презентацию, что задачи какие? Повысить привлекательность Владимирской области как объекта для внутреннего туризма, распределить туристический поток более равномерно по территории области, потому что сейчас у них там в области, у них популярно посещается Владимир, посещается Муром, Суздаль, да? Ну, может быть, еще какие-то города, но есть, так сказать, это не распределение по территории, и хочется сделать там все более равномерно. Есть города, которым не уделено должное внимание. Значит, увеличить туристический поток в регион на 20% в годовом исчислении. Решение. Комплексный подход к культурному развитию Владимирской области путем создания точек придрежения туристического потока в виде арт-парка и арт-маршрута. Сейчас расскажем, что это такое. Реализация. Проект состоит из двух частей, то есть, сначала создается арт-парк, а потом арт-маршрут по городам Владимирской области, который объединяет несколько городов. Затраты. Общая стоимость реализации проекта 650 миллионов, без учета стоимости земли, подвода коммуникации, а также строительства объектов, сервисной туристической инфраструктуры. А тут можно вопрос, как вы эти затраты посчитали? Посчитали стоимость объектов в арт-парке предположительных, которые мы планировали бы туда поставить, по количеству этих объектов, и посчитали стоимость интеграции этих объектов на арт-маршруте по Владимирской области. Давайте я расскажу сейчас, пролистая вот эту презентацию, которую получил там заказчик, да, и после этого вопроса, потом, скорее всего, здесь какие-то ответы вы себе найдете. Значит, арт-парк – это природная ландшафтная территория, наполненная масштабными культурными и художественными ценностями, арт-объектами, такие как скульптуры, паблик-арт, мафы, малочультурные формы, архитектурные строения и инфраструктурные объекты. Арт-парк можно назвать галереей под открытым небом, так как все экспонаты находятся на открытой территории и имеют ценность в современном художественном мире. Уникальной особенностью такого парка является культурный облик искусства, архитектура и природа, который напрямую взаимодействует со зрителем и туристом. Значит, обязательные условия для создания качественного арт-парка – это работа и сотрудничество с современными российскими художниками, архитекторами, деятелями искусств. Территория арт-парка должна быть открытой и удобной, с удобной транспортной доступностью. То есть у нас нет никакой на данном этапе задачи или места, которое наставили точно вот в этом именно городе или еще где-то, то есть пока это не решено. Технические особенности проекта. Необходимая площадь – 100-300 гектар. Возможные локации, которые мы рассматривали, это недалеко от Тушков, на берегу реки Клязьма, это на границе, можно сказать, Московской и Владимирской области, чтобы больше была доступность, соответственно, из московского региона. Количество объектов арт-парка и арт-маршрута – 25-30 штук. Размер объема одного объекта от одного, тут в метрах кубических посчитали, от одного метра кубического до двух тысяч метров кубических. Вот посчитайте, две тысячи метров кубических – это какого размера объект? Большой. Очень. Материалы природные, натуральные, в том числе, я бы сказала. Характеристики объектов – сезонные, вандалоустойчивые. Значит, вторая часть проекта – создание арт-маршрута по городу Владимирской области. Описание. Создание серии уникальных арт-объектов с их последующей установкой в городах Владимирской области. Все арт-объекты, скульптуры, архитектурные группы будут объединены единым художественным смыслом, тем самым создавая цельный и культурный туристический маршрут. Все объекты будут выполнены командой современных художников, объединенные единой художественной концепцией. В разработке объектов будут принимать участие региональные художники и местные жители. В художественной концепции – значит, при разработке концепции объектов будут учтены мировые тенденции создания арт-парков, а также культурные ценности нашей страны, история и культура Владимирской области, многообразие национальностей, вопросы патриотизма и ценности России в целом. Это то, что в том числе интересует Россию для того, чтобы повышать туризм внутри страны. Такой вариант установки арт-объектов по городам региона позволит туристам-бояжам объехать всю Владимирскую область за 3-4 дня, посмотреть ряд городов и значимых мест в том числе. Преимущество арт-маршрута в том, что она проходит не только через популярные города региона, а также те точки регионов, в которых необходимо увеличить туристический поток. Возможная сервисная инфраструктура арт-парка предполагает размещение на своей территории объектов сервиса для обслуживания туристического потока, не нарушая общей концепции облика парка. То есть это гостиничные комплексы, глэмпинг, ресторан, фудзона, культурно-партнительный центр, каферма, сувенирные магазины, досугово-развлекательный комплекс, административное здание. Это в арт-парке, потому что мы предполагали, что сам арт-парк, в идеале, он должен быть бесплатным. То есть посещение его должно быть бесплатным, а зарабатывает арт-парк на продукте, то есть на инфраструктуре, которая позволяет жить, есть, чувствовать себя комфортно внутри. То есть то, что можно продавать, тем самым, делая это хоть как-то окупаемым. Значит, сервисная инфраструктура. У каждого объекта могут быть установлены объекты туристического сервиса. Это по городам, соответственно, присутствие этого маршрута. Такие, как гостиничный комплекс, фудкорт, зона отдыха, пекарня, потозоны и прочее. Такое оснащение позволит туристам в комфортности проезжать по данному маршруту, а городу региона увеличит количество рабочих мест для местного населения. Вопросы инфраструктуры в данном варианте остаются на попечении муниципалитетов и участников проекта. Ну, то есть подразумевается, что те города, которые интересуются в участии в этом маршруте программе, то есть им предлагается объект в их городе, и там бизнес, которому интересно вокруг этого объекта создавать инфраструктуру и точки продукта, на котором они могут зарабатывать. То есть мы планируем, что будет такой бизнес, который будет этим интересоваться, либо, соответственно, муниципалитеты, которые будут этот интерес все равно вырабатывать, потому что это, конечно же, напрямую развитие города. Самообеспечение. Наличие торгово-сервисной инфраструктуры позволит проводить дополнительную монетизацию туристического потока для дополнительных отчислений в бюджет региона, создать дополнительные рабочие места. Также это позволит объекту стать самоокупаемым в операционном и эксплуатационном смысле. В дальнейшем избежать дополнительных расходов бюджета на содержание парка. В будущем на территории парка можно проводить партнерские мероприятия, фестивали. То есть это как раз про то, что нужно делать парк самоокупаемым, потому что изначально выделяется средство на его строительство, а дальше, естественно, чтобы это не было за бюджет региона, то есть выстраивается инфраструктура. Этап реализации проекта. Предполагалось, что в октябре, в ноябре полтора до двух месяцев исследование территории Владимирской области, создание концепции арт-парка и арт-маршрута, исследование, анализ территории с целью определения места под будущий арт-парк и выбрать города, присутствие, выработка, входить в арт-маршрут, формирование культурного кода проекта, определение целевой аутидории проекта, детальный анализ рынка региона, разработка стратегии развития территории и дорожной карты проекта, разработка маркетинговой стратегии, стратегии монетизации проекта. Это как раз то, о чем говорила сейчас Анна. Ну вот как бы в среднем три месяца, даже больше на это нужно закладывать. И мы думали, что мы будем в том числе совмещать это уже с какими-то параллельными с другими программами. Ну, по сути, до января, мы предполагали с сентября, по январь точно мы с этим справимся с задачей. Значит, потом три месяца примерно разработка арт-объектов, проведение конкурса на проектирование этих объектов, определение победителей, выбор утвержденных проектов. В разработке и проектировании арт-объектов будут принимать участие как известные российские художники, так и региональные художники, молодые творцы. Обязательно привлечение местных жителей, анализ их мнения в том числе, чтобы обязательно привлекать... В городах, как я рассказывала, в маленьких, все равно есть инициативные группы, которые хотели бы какой-то активности и движухи. И вот только что Анна рассказывала, что сидят люди на местах, много чего хотели бы сделать, но они делают, потому что у них есть какие-то определенные страхи, которые, на самом деле, можно решить просто хорошей коммуникацией. Организаторы определяют во время проведения открытого конкурса вот эти, в том числе, эти выбранные арт-объекты. Третий этап – 13 месяцев подготовка территории, установка арт-объектов. В течение этого периода объекты будут поочередно монтироваться и создаваться в эксплуатацию как в арт-парке, так и на арт-маршруте. Открытие арт-парка и арт-маршрута, соответственно, окончательно в мае 2024 года. При этом к июню 2023 года уже возможно реализовать первый очередь проекта с наполнением около 30% планируемого объема и открыть доступ для посетителей. То есть, если мы считаем, что мы в октябре вообще концептуально начинаем, то уже к лету 2023 какой-то парк уже в начальной стадии на 30% открывается, и постепенно продолжается работа над созданием тех объектов, которые запланированы, и следующий сезон 2024 они открываются. Опыт похожих в проектах на территории РФ и за рубежом. Парк Никола Ленивец, приводим в пример, более 500 гектаров, за год посещают от 200 тысяч туристов. Парк Катерта во Франции, замечательный парк, думаю, многие знают, 3 гектара. Парк Кудакиногора, около 100 тысяч. Природный парк Миропарк в Новосибирске, около 80 тысяч трафик в год. Дальше я рассказываю про себя немного, показываю, каким паблик-арт-объектом я занималась, что курировала. Значит, открытые, что у меня есть опыт открытых выступлений, следственных образовательных, воркшопов. Партнерами мы здесь написали территорию РФ, механические деревянные шестеренки. Слава Швайков, он у нас будет в качестве лектора в следующую субботу. Великолепный мастер, работает с деревом, с невероятным опытом, расскажет про себя, про себя и архитектурное бюро АФА. Значит, данный концент создает программы комплексного культурного развития в Владимирской области, привлекутся туристов из Москвы и области. Арт-маршрут поддерживает интерес к малым городам региона и привлечет внимание не только туристов, но и местных жителей. Happy end. Вот. То есть вот такую там быструю презентацию мы сделали. Есть люди-конторы заинтересованные в том, чтобы это случилось. Конечно, сейчас эта история немножечко тормозится. Ситуация в стране и мобилизация, и это было, естественно, еще... Мы делали это в начале середины сентября. Но, тем не менее, все равно этот план на развитие туристического потока в Владимирской области есть. И есть большая вероятность, что какой-то фидбэк, может быть, даже частично реализация этого проекта, может быть, только арт-маршрут или в какой-то там степени арт-парк, может быть, в меньшем объеме, я вот не знаю там точно. Но, по крайней мере, говорят, что история не вздыхает, и такая необходимость все-таки будет. Тема с арт-маршрутом и какой-то единой концепции, скульптур, которые могли бы создать движение среди городов области и предвлечь себе тем самым внимание. Вот это мне вообще особенно интересно. То есть, может быть, это в таком плане реализуется. В общем, когда будут новости по этому поводу, я обязательно с вами поделюсь. Может быть, конкретика будет уже в конце октября. Вот, посмотрим. Но сам факт того, что то, что мы с вами сейчас делаем, работа и над музыкальным паблик-артом, в том числе коллекция метафонов, которые мы хотим создать, и коллекция других арт-объектов, в том числе масштабных, вылезающих за наш с вами ТЗ, как бы оно применимо и на этой территории. Конечно же, подходить к этому надо будет через исследование, через то, что рассказывает Анна, то, как они это делают, я считаю, очень правильно. Вот, значит, вкратце хотела еще рассказать про таймлайн, сдачу проектов. В чате вы писали мне, что... А, секундочку, вернусь к этой истории. Вопросы по этой презентации или по этому проекту есть? Какие-то? Пока нет, хорошо. Так, возвращаюсь сюда. Да, значит, тот таймлайн на сдачу проектов. В чате какой-то группы, по крайней мере, читала такие вопросы. В общем, хочу спросить, кто сейчас работает над... или рисовал что-то для эскизов по чебоксарам. Хотела в следующую субботу это обсудить. В какой-то группе были предложения? Так, пока нет, не вижу, качать головы. Значит, предлагаю активно подумать по этому поводу и 15 октября как бы обсудить какие-то первые эскизы на эту тему. Желательно бы выбрать каких-то три эскиза. И ко вторнику 18 октября хотелось бы что-то предложить заказчику. Мы обязательно вам продублируем этот таймлайн в чат, в общий. Я так сейчас его в целом расскажу. Значит, разделила таймлайн дальше по метафонам и по другим объектам на два этапа. Вот первый этап по метафонам, по нашим параметрам, которые мы сдавали. Помните, там у нас три размера? СМЛ, да, по той презентации, которую я вам показывала. Значит, рассчитываю, что к пятому ноября у нас будет 10 готовых проектов объекта метафон. Примерно от каждой группы по два готовых эскиза. Значит, из десяти этих объектов будет выбран как минимум один проект, который хотела бы начать реализовывать уже в ноябре. Как образец. Ну, то есть образец вот нашей, одного из, так сказать, коллекций паблик-карта метафона. Значит, и второй этап по проекту с метафонами, в том числе не только с метафонами, но и вы там предлагаете разные варианты и с трубами, и, может быть, какие-то большие объекты, высокие там 8-10 метров, которые можно применять потом и в потенциальном арт-парке Владимирской области. И тот проект, который я рассказывала, в Крыму, да, то есть там на набережной, там тоже запрос на большие высокие объекты. Вот. Тоже хотелось бы к 26 ноября сделать тоже 10 готовых проектов, которые будут выбраны. по итогам там еще одной трехнедельной работы. Раз в неделю мы с вами будем 100% обсуждать все, что наработано в группах, и в течение недели я буду смотреть, что вы загружаете в пап, и как вы общаетесь там в группе, какие-то у вас там новые идеи появляются. Если нужно будет мое там участие, консультация или какой-то созвон, с удовольствием буду созваниваться до вот общего созвона. То есть раз в неделю мы будем с нами обсуждать, как минимум раз в неделю обсуждать в общем, что делала группа и как продвинулась. И не просто презентация, мы сделали вот это и вот это, да, а это в том числе, вот вы говорите, рассказываете, что вы наработали по своему портфолио. И я и другие члены других групп расскажут свое мнение, что бы можно было бы доработать, как, в общем, вот такой совместный брейншторминг, который мы с вами сделаем в ближайшую субботу обязательно. Вот, значит, по итогу у нас к концу ноября должно получиться, ну, минимум 20 объектов, которые хорошо сделаны, у них есть визуализация, к ним есть визуализация, они отвечают нашим параметрам, там, бандалоустойчивость, далоустойчивость, погодность, интерактивность, размерность человеческим параметрам, удобность для взаимодействия с человеком, несложный продакшн. Ну, в общем, те параметры, которые были в презентации. То есть хотелось бы вот такой таймлайн какой-то поставить и к результатам каким-то по этому поводу прийти. Потому что, как вы видите, на самом деле много есть запросов и мест, куда можно вживую там поставить объекты, да, то есть если, смотрите, вот раз приходят, ребята возвращаются как бы к проектам по арт-парку, да, и говорят, вот, мы все-таки там готовы взять у вас этот проект, давайте его ввести. И, конечно, если мы уже к этому моменту, у нас есть какие-то уже реальные живые объекты, мы уже даже можем что-то показать. Классно, вот пока вы там делали свою работу для того, чтобы к нам вернуться, да, то есть мы создали уже вот некоторые объекты, которые мы вам можем показать, вот они уникальны, это разработала команда наша, да, и это мы не просто скопировали откуда-то там, мудборд набрали, да, а это как бы уникальные, прям разработанные проекты. Это, конечно же, дает ценность всей команде и показывает, что да, действительно, эти объекты уникальны, и их можно ставить. Вот. Плюс сегодня общалась с коллегой из Тульской губернии, вместе учились в школе Николы, я вам, по-моему, уже говорила там про этот кейс, что они хотели для города, у них был в плане как раз музыкальный паблик-арт-объект на 24-й год, там, типа, к весне его построить. И вот буквально я сказала, да, у нас сейчас это все по-прежнему актуально, и было там должно быть совещание по этому поводу, вот, поэтому как бы будут варианты у вас, да, предлагайте, мы будем выносить на, там, голосование у себя в Центре развития туризма Тульской области. Вот. В общем, это вот такой ближайший план до конца ноября. Также мы вам, думаю, что до конца этой недели пришлем расписание по спикерам и приблизительным нашим задачам еще в том числе на ноябрь, собственно, будем примерно его придерживаться. Женя Миллер, у тебя вопрос. А скажи, пожалуйста, Елена Мартынова не говорила о конкретном месте, где планируется поставить? Да, вот я как раз с ней общалась сегодня. Нет, конкретное место еще не говорила, я ей задала такой вопрос и про конкретное место, и про какие-то масштабы, и, может быть, у них есть какие-то свои хотелки или видения на этот счет, ну, то-таки они как бы свою территорию знают, вот, могли бы это тоже что-то подкинуть в качестве каких-то своих запросов. Вот, поэтому она сказала, что вот на этой неделе у них должно быть совещание с коллегами, и после этого она вернется, если будут прям конкретно какие-то новости или место, обязательно вам скажу. По-прежнему наша задача делать универсальные объекты, она применима, по-моему, каждому из тех кейсов, возможно, для реализации. Вот, поэтому я считаю, что нам первый этап нужно сконцентрироваться на конкретно метафонах и той задаче, которая стояла у нас по презентации, то есть с них начать. Не выкидывать, конечно же, из головы и презентации прекрасные ваши объекты с трубами и прочими разными там большими трубами и прочими разными какими-то объектами, которые не связаны, может, даже со звучанием. Они нам обязательно еще пригодятся, мы к ним сто процентов вернемся. Кристина Бурбелла, твой вопрос, и будем переходить к Саше Москалеву. Объекты от группы примерно по две штуки, которые мы должны сдать. Мы внутри группы отбираем. Или мы делаем, допустим, пять, и потом каким-то общим голосованием мы выбираем? Да, вы броништормите во всем, что вы броништормите. Я обязательно буду смотреть все, что вы предлагаете. То есть я бы следующую нашу встречу в субботу делала, то есть каждая команда предлагает, еще раз пробегает по тому, что у нее есть, и мы прямо вот из того, что вы предлагаете, должны как бы достаточно быстро выбрать, допустим, пять, шесть, может быть, каких-то объектов, которые самые, ну вот, дельные, да, допустим. Может быть, мы, вы пробежитесь, мы сделаем какую-то прямо голосовалку, чтобы другие участники группы голосовали, да, то есть за ваши объекты, чтобы можно было выбрать там пять, шесть, там, может быть, классных, потому что я вижу, что много у вас разных идей, которые нужно еще дорисовывать, дорабатывать, да, и потом минимум две должно остаться. Это я как бы ставлю минимум, их может быть больше, то есть если они будут классные, почему нет, вот, то есть это в сухом остатке, там, на финале первого этапа к пятому ноября, к пятому октября должно, ноября у нас должно получиться, вот, то есть такой ответ, окей? Спасибо. Да, хорошо. Так, Саша Москалев, твое время, презентация про искусственный интеллект, это прям сейчас супер инициатива, спасибо тебе большое, нам нужно применять современные технологии в наших разработках. Всем привет, у меня небольшой курс-мальдорчик, я сейчас дороги, я сейчас, в принципе, паркуюсь и покажу все подробнее. Да, 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 не за рулем. Да, не за рулем. В общем, ну, смысл какой-то. Вот мы в прошлый раз показывали, показывали наши витализации, да, и, ну, получили там ряд вопросов, ну, как это сделать, да. Более того, часть, часть уже участников присоединилась к нам в чате в Discord, где, собственно, у нас и происходит вот эта вот, вот эта вот генерация этих замечательных картинок. Да, я в первую очередь, да, я хочу сказать, что не стоит ожидать от этого инструмент сразу, не стоит ожидать от этого инструмента, что он вам даст сразу то, что вам нужно. Вот. С ним надо так же работать. Иногда это получается, иногда это получается даже сложнее и дольше, чем нарисовать это где-нибудь, например, на шопе. Вот. А в общем чате была ссылка на Discord? Я что-то пропустила. В общем чате, по-моему, по-моему, кидали ссылку, я ее продублирую. Буквально, ну, сейчас закончу и продублирую. В общем, так, сейчас надо включить демонстрацию экрана. Так, это... Я не понимаю, почему он мне не дает. Так, должно работать. Он мне почему-то не дает демонстрируйте экран. У тебя есть вообще кнопка демонстрации экрана? Потому что вообще у участников... Да, и у меня он просто только... Почему-то... Почему-то только Zoom. Ну, сейчас попробую. Сейчас видно, сейчас видно... Да, большой зуб видно, да. Радуга вот. Е-е-е-е! Смотрите, что такое, что такое Discord, да, вкратце. Это вот такой вот замечательный чатик, у которого есть, как видите, такие под хэштегами, да, это каналы, да. Для участников нашей группы, да, у нас есть вот такой вот канал Wild Screen Practice. Да, в этом канале мы генерим совместно какие-то различные идеи. Ну, вот, например, я просто сразу на любом там даже примере, который сейчас... Вот, ну, да, как мы генерили вот эту вот, вот эту вот замечательную, вот эту вот замечательную восьмерку, да. Вот. Сначала Таня забивала, хотела матрешку, да. Но матрешку он такую не давал. Потом я начал забивать, а давай попробуем, чтобы это была не матрешка, а чтобы это была восьмерка с ключевым словом матрешка. И вот у нас пошло, и вот это вот, да, там, пока мы получили вот эту замечательную картинку, да, у нас прошло какое-то, какое-то сумасшедшее количество времени, да. Сейчас я вам продемонстрирую, как это работает на, как это работает на практике. Картинки, вы видите сами, они говорят за себя, действительно результат Дискорд дает, просто потрясающе. Значит, для того, чтобы получить какую-то, ну, какую-то визуализацию своей идеи, да, по большому счету достаточно дать команду чат-боту, да, вот здесь вот на своем, например, канале, да, но мы делаем вот волкил-карт, да, в этом канале мы задаем команду имейджин. Имейджин, и вот обязательной частью этой команды имейджин является промп. Имейджин промп, и что мы хотим увидеть? Возможно, мы хотим летающий мост увидеть, поэтому мы пишем, flying bridge. Это на английском писать, да? Да, да, лучше на английском. Можно попробовать на русском, но он не понимает, и будет результат неожиданный. Но неожиданный результат иногда бывает что-то тоже очень прикольным. Вот. И вот что мы, например, увидим, да, это занимает недолго времени, это достаточно быстро, да. По нашему запросу, по умолчанию, этот бут, который называется Midjourner, просто потрясающий, конечно. Бут, он по умолчанию нам дает четыре картинки в том стиле, в том виде, в котором нам, в котором ему кажется это наиболее популярным. Но нам надо, например, представить, что это мост, я сейчас пока буду, пока он генерит эту картинку, я пишу уже следующую команду. Значит, что нам нужен летающий мост, и чтобы он нарисовал, ну, а, Esher. Здесь есть вот такое вот разделение логических каких-то элементов, да, то есть вы можете здесь разделять логические элементы с помощью вот такой вот двойного двоеточия, да. Здесь в Клайн Бридж, ну, например, кто мы там, Esher, да? Как бы нам Esher представил этот летающий мост? Вот, мы эту картинку увидим. Пока он это генерит, мы посмотрим, что же нам он выдал по предыдущим. Ага, ну, например, мне вот нравится там вторая картинка, мне вот по композиции, например, подходит, да. И я ему говорю, отдай мне, пожалуйста, несколько вариантов этой картинки. Для этого достаточно нажать вот эту вот букву V2. V – это значит вариации, U – это значит увеличить. Вот, V2 – это вариации второй картинки. И он сейчас будет делать вариации. А вторая картинка, она где? То есть она первая, вторая, третья, четвертая? Первая, вторая, третья, четвертая. По горизонтали. Слева на право. Да, да. По порядку. По горизонтали. Первая, да. Да, по горизонтали. Первая, вторая по горизонтали, потом следующая строка, третья, четвертая. Вот. Ну, то есть вот он нам вот эту вторую картинку, да, которая вот у нас была. Вот эту. Да. Это как раз вторая. Вот он нам ее предложил еще в вариации. Допустим, нам понравился вариант четвертый. И мы говорим, сделай нам его увеличить, да, сделай его по качеству. Вот. И он таким образом, ну, и он сделает ее по качеству. А тем временем мы можем посмотреть, какие у нас тут вариации на тему эшера. Ну, а эшера он тут взял тут не больше, чем какая-то цветовая гамма от его картинок. Ну, немного. Вот. Ну, допустим, это будет, ну, вот смотрите, уже, да, уже что-то. Вот. До этого он еще не закончил. Как понять, что он закончил? Он, ну, вот сейчас, видишь, горит красная кнопочка cancel gap. То есть это, ну, говорит о том, что он сейчас еще работает, и ты можешь приостановить. Ну, там же наверху проценты грусть, это видно, вот, 68 процентов фас, сейчас он делает 100, тогда ты вешает, все готово. Да, 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 да. Вот. Ну, это не всегда работает, ну, вот с этими процентами не всегда это почему-то работает. Красиво. А у меня вопрос там, все-таки он не безлимитный, да, потому что я не понимаю, я расходовал в течение двух часов все свои попытки, и на этом все закончилось. А как вы еще генерите в нем? Да, вот у меня, я вот сейчас, я сейчас тоже столкнулся, ну, не первый человек, кто с этим столкнулся, мне уже писали тоже, что вот закончились попытки. Я когда, ну, я оформил себе безлимитную подписку на него, да, ну, что у меня безлимитное количество запросов, вот, и насколько я понял, когда я подписывался на этот план, да, это был безлимит. Это был безлимит для канала, для того, и канал я специально создал, чтобы, собственно, этим могли пользоваться участники группы, ну, в общем, чтобы мы могли этим всем, да, там, вместе, дружно пользоваться. А сейчас получается, что на каждого пользователя у нас есть 25 попыток, вот, ну, у меня есть безлимит, но, в принципе, безлимит стоит не так дорого, безлимит на человека стоит 30 долларов в месяц, вот. Это, ну, такая, вполне себе подъемная... Сколько стоит в месяц? Сколько стоит в месяц? 30, 30. А, 30 долларов в месяц. Это индивидуальная подписка? Это индивидуальная подписка. Я сейчас разбираюсь с этой корпоративной подпиской, то есть я почему-то был уверен, что у меня подписка именно на канал, вот, что это безлимитная подписка на канал. Вот, я сейчас разбираюсь с этой историей, я как-то разберусь еще по этому поводу, по этому поводу напишу. Я просто поэтому тут немножечко и притормозил с презентацией, потому что получается, что не все, ну, как-то несправедливо будет, что не все могут пользоваться этим безлимитом. Вот, но, так или иначе, сейчас, да, у нас есть вот ряд каналов, да, вот мы здесь успел там создать для Тани Клят, для Воли, да, ну, тут есть, нет, каждому, каждому участнику, да, я создам свой канал. Также мы, также создам канал для проекта, то есть мы сможем, вот, допустим, сейчас я даже это сделаю, проект, например, Саш, какой в приоритете? Ну, метафоны у нас, этот, только ты сейчас не демонстрируешь ничего, ты отключил демонстрацию экрана, ясно? Нет, не отключал. Мы не видим твой экран, он выкинуло. Снова расшири, пожалуйста. Да, сейчас, секундочку. А я так понимаю, что, вот сейчас опять включается, да, я так понимаю, что через эти два двоеточия можно описать, ну, какое-то большое количество слов, и тогда он будет выдавать там разные. Ну, два двоеточия он понимает как такое логическое разделение, при этом мы, допустим, ему можем сказать, мы сейчас так изобьем, представь нам метафон, да. Он не знает, что это такое, да. Можно задать, можно задать вес какому-то, какому-то изречению, то есть, ну, грубо говоря, нам нужно, чтобы это был мост, и чтобы он был, ну, допустим, да, допустим, чтобы это был мост. Вот, и мы зададим вес с помощью этой штуки, допустим, один, и чтобы он был в облаках. И здесь вес, например, 0,5. Вот, и тогда он, ну, то есть, он больше веса будет, больше внимания будет уделять мосту, чем облакам, ну, типа в два раза в данном случае. Вот, точно так же можно, точно так же можно, например, с цветами, то есть, тебе нужно там, чтобы был красный, красного там много, вот, а зеленого нет, да, или разделять, допустим, вот этой логической частью, ну, допустим, тебе не нужен портрет Эшера, да, тебе нужно, чтобы его стиле нарисовал и там, или Гиггера, да, то есть, допустим, мы сейчас сделаем. Что-то меня на мосте заклинило, потому что я стою перед мостом. Подожди, Саша, а он работает в логике 1,0, да, то есть, максимальное значение единица, если это нужно, остальное, это уже, ну, типа, проценты, нет? Нет, я не помню, я не помню предельного значения, вот этот, короче, я сейчас, ну, после окончания занятия, я сейчас закину, закину, значит, ссылочки по полезным, по полезным гайдам по этой истории. Значит, там будет prompt maker, да, это там два ресурса, которые позволяют написать prompt такой, какой нужен. То есть, там можно выбрать, допустим, картинку, да, в каком стиле, в каком стиле это все должно работать. А все видят мой экран, да, сейчас? Да, чатики твои. Так, слушайте, тут в чате пишут, а креаторы еще нужны или проги хватит? Я даже не знаю, что имелось в виду, Анна. Смотрите, да, креаторы нужны. А, про креаторы нужны. А, я сейчас сутка. Креаторы нужны, и причем пипец как. Так, вот, допустим, ну вот, ты можешь в этой проге, да, получить какой-то паттерн. Ты можешь в этой проге получить бесшовную текстурку для визуализации, такую, какую надо. Можешь получить, при этом там есть отдельная строчка, если интересно, это отдельно могу тоже рассказать. Вот, смотрите, здесь вот видите сейчас, да? Вот есть три строчки. И фронт-хелпер, фронт-мания и кей-двот-референс. Вот фронт-мания мне вот почему-то, мне вот почему-то очень понравилась, потому что она позволяет это делать визуально. То есть, какую модель там, допустим, хочется себе представить, так вот, у нас меджурни. Секунду, что это? Что это? Что ты сейчас показываешь? Меджурни – это, собственно, вот это, куда мы сейчас зашли, это фронт-мейкер. Это тот сайт, который позволит вам написать ту команду, которая даст вам наиболее ожидаемый или там желаемый результат. Так. Сюда вы можете загрузить картинку какую-нибудь, да, там в качестве какого-то референса, чтобы он понял, что вы имеете в виду. Сюда вы можете добавить часть какую-то, вот мы говорили там про мост, да, там, вы можете добавить часть, что это гигер нарисовал. Вот, вы можете, ну, допустим, вот мы сейчас на примере, на примере ландшафта, например, рассмотрим. Это прямо на сайте онлайн, да? Да, да, мы как мы хотим, чтобы это был рисунок, чтобы это был карандашный рисунок, чтобы это были чернила, там, не знаю, краски, оригами, мозаика, ну, гадьбок, давайте оригами. Ну, то есть, чтобы выглядело, например, вот так. Да, мы хотим, чтобы это было оригами. Вот, какой оригами мы хотим. Ну, допустим, мы хотим вот какой-нибудь, вот такой оригами. Вот. И, собственно, и поехали. У нас теперь есть промп. Это вот здесь, да, вот она, сформулированная наша командная строка. Мы ее, значит, копируем. Вот. Вставляем наш замечательный чатик, чатик Дискорд. А это просто чат в Телеграме какой-то или что это? Это Дискорд. Так, теперь, Ильянова, что такое Дискорд? Дискорд – это чат клиент, да, с помощью чат клиента, который работает вот по старому знакомому вот этому принципу IRC, мирка, да, там, той же кровати. Это скачиваемая программа, скачиваемая на компьютер или на телефон программа, правильно? Отдельно. Это скачиваемая программа, и она есть онлайн. Там нужно зарегистрироваться как пользователь и можешь пользоваться онлайну через браузер, можешь пользоваться с помощью приложения в телефоне, можешь пользоваться с помощью приложения в контексте. Есть приложение для макро, есть приложение для IOS, наверное, есть приложение для PC. Вот, не уверен, не знаю, наверное. Но в PC я пользуюсь этим браузером просто, и нормально работает, и классно. Вот, значит, вот этот, как вы входите в этот, собственно, чат, он вам и предложит, куда вам войти. Здесь есть помимо каналов, есть еще серверы, на которых лежат различные, на которых еще есть свои каналы. Этих серверов много. Вот, допустим, это сервер Midjourney. Это сервер той самой сети, на которой есть еще каналы, там, свои. Ну, их там куча всяких разных. Но здесь нет возможности создать, допустим, свой канал, собрать в этом канале свою группу и прочее. Поэтому я создал свой сервер, где уже формирую вот эти вот наши каналы, в том числе и этот, в котором мы сейчас коллективно работаем. Вот. И вот здесь вот мы, про вот этот вот, кстати, мостик, мы так и не закончили. Здесь есть такая кнопочка еще замечательная. Она мне очень нравится, она кайфовая. Называется Remaster. Вот. Вы увидите результат. Вот. Это обалденно. В общем, мы сейчас тем временем вернемся к этому конкурсу. Почему-то он у меня не стопировал. Еще хочу добавить, что у меня муж считерил и сделал новый аккаунт на Дискорде. У него новые 25 попыток. Да, то есть ты типа зарегистрировался заново и новый 25 попыток был. Ну да, то есть сначала он через почту регистрировался, а потом через телефон, номер телефон. Ребят, я очень рекомендую так делать. Меня заблокировали на Дискорде три месяца назад из-за того, что у меня слетел один аккаунт. Я сделала новый. Они такие, вы что, сделали два одинаковых аккаунта. Мы, наверное, бот. И меня заблокировали. Я очень долго восстанавливала. Так, лучше 30 долларов. Заплатить понятно. Так, только теперь, Саша, поясни, как мы дальше делаем. Вот, допустим, я хочу сделать свой аккаунт. Во-первых, надо ли мне его делать? Или у тебя там как-то расшаривается корпоративно? Или мы корпоративно, кто хочет, платим эти 30 долларов и потом добавляем в какую-то вот одну вот эту систему, в которой это делаем? Поясни, пожалуйста. Смотрите, я предлагаю сейчас собраться здесь, на этом сервере, создать каналы такие, какие нам удобно. И параллельно я разберусь с этой корпоративной подпиской. Здесь просто есть некоторые нюансы с тем, что мы находимся в России, а как бы Дискорду оплатить это сложно. Ну, там не только в оплате дела, там еще вот это вот, когда говорим про корпоративные какие-то подписки, да, там вот начинаются какие-то движухи. Я вот сейчас разберусь с этой, разберусь с этой историей, вот, и, ну, там, о результатах я просто сообщу, да. А сейчас у нас реально у каждого... Да, 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 абсолютно верно. Я, возможно, даже сегодня ночью там это все уже там определюсь. Просто надо там нормально сесть за компьютер, да, и вот это вот выяснить. Потому что это у меня выяснилось буквально там вот час назад, да, что там два часа назад, вот, что вот такая вот история, что все-таки подписка не на сервер, а на пользователя, вот. На пользователя, понятно. То есть, что я сейчас делаю как нулевой, в нулевом варианте, да, то есть вот на базе ноль. В нулевом варианте. То есть я сейчас скачиваю программу. Тебе нужно завести, даже, может, пока не скачивать, главное, зарегистрируйся на Дискорде. Так, зареги ты. Зайди на сайт Дискорде. Ссылочка там у нас. Да. Да, этот сайт предложит тебе сразу установить приложение, ну, естественно, почему и нет, устанавливай. Вот, это очень удобно. Вот, значит, ты с этим, а я, соответственно, со своей стороны делаю следующее. Я приглашаю всех сейчас в этот. В этот, это, получается, сервер, получается, да? Слушай, у меня вопрос, Саша. Я правильно понимаю, что пока безлимитное число попыток только у тебя персонально за эти 30 долларов? Правильно я понимаю? Все, кто там торчит сейчас в сервере? Получается так, как выяснилось так, вот. И я сейчас хочу выяснить, ну, хочу выяснить. Ну, я поняла, да, можно ли весь канал как-то, да. Да, 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 вот. И, ну, хотелось бы, хотелось бы, чтобы это было так. Значит. То есть, это приглашение, получается, да? Да, это приглашение, да. А мы можем на этом, Саша, мы можем на этом канале сделать, как там эти, типа, чаты для группы, чтобы, ну, легче было не в общую кубку, короче, все отмесить? Да, да, конечно, и более того, нужно. Единственное, что здесь есть какой-то, может быть, мне, кстати, кто-то подскажет из опытных пользователей. Я сейчас почему-то не могу передать права администратора кому-то, ну, помимо себя, назначить администратором, чтобы создавать каналы. То есть, я единственный человек, кто может создавать каналы. Мне не в облом, я создам там какие угодно, но все-таки было бы удобно, если бы нас было там несколько человек, кто мог бы это создавать. Не знает, никто не подскажет, как этот момент здесь реализован, возможно ли это сделать. Видимо, пока нет. Мне кажется, это связано с твоей оплатой 30 долларами, и в этом весь прикол. Если кто-то еще в этом канале оплатит, то, возможно, он получит полные права. Мне кажется, так это работает. Нет, это Дискорд и Меджерни никак друг с другом не связаны. Да, они отдельно, да, существуют? Да, Меджерни – это просто чат-бот в этом чате, и все. Я плачу этому чат-боту, чтобы он был на моем сервере. Вот в чем штука. И как бы я предполагал, что я плачу этому чат-боту, чтобы он был в моем сервере, для того, чтобы мы все могли им пользоваться, это же логично. Но, как видишь, они его сделали как-то хитро, что это все-таки привязано к пользователю. То есть от самого Дискорда это никак не зависит. И просто вот здесь, каким образом сделать тут несколько администраторов, по идее, это должно быть можно. Но почему-то нельзя. Ну, короче, смысл в том, что я сейчас сформирую… Все желающие, пожалуйста, заходите. Когда вы заходите, вот здесь есть общие, вот этот канал общие. Здесь, вы видите, мы машем все друг другу ручками. Такие, привет-привет. Вы заходите, машите рукой. Я под вашим именем создаю вот канал, вот, Wealth to Intrackle. У тебя опять нет… Ну, допустим, вот как вот было там Аланья. Нет визуализации, нет демонстрации экрана у тебя сейчас. Опять. Правильно. Кристина, а что для взрыва мозга? Это тоже, наверное, связано как-то с 30 долларами, которые я не доплатил в буму. Так, сейчас. Ну, не должно. Это же сейчас платная сессия. По идее, я-то доплатила. Поэтому должно нормально быть. Хватит. Да, ну, а что он меня так игнорит-то? Интересно. Так, ну, я как видим тебя. Видим демонстрацию. Да, супер. Это вот, допустим, это Олин канал. Да, там у каждого есть, у каждого там есть там свой канал. Да, есть канал Хлам. Вот, где можно похламить немножко. Вот, есть канал там Общее, да, где мы всех приветствуем. Как бы привет. Вот. А, это как чат работает? Да, это абсолютный чат. Это не то, что… Это прям конкретный чат. Ну, просто у тебя вот здесь вот под вот этим хэштегом как бы своя, грубо говоря, комнатка. Да? Как бы канал или комната. Вот. И, то есть, этих комнаток, в принципе, можно там наплодить там сколько угодно. Да, и мы вот сейчас, получается, сделали комнатку, вот, Wild Queen метафон. Вот почему-то здесь оказался все равно мост. Ну, ладно. Вот. Ты же его спрашивал. Да, я его спрашивал, но не так. Ну, в общем, вот такая вот история. Достаточно простая, на самом деле. Вот. Так, еще скажи, а сервер, то есть, вот ты создал этот сервер, ну, мы там в рамках практики что-то генерим, то есть, а если человек сначала там хочет вообще не показывать, что он там делает и сам что-то генерит, то он создает свой сервер или заходит куда-то, как он это делает? Смотрите, в принципе, если нужно, я могу создать приватную комнату. Например, я сейчас сделаю, я сейчас сделаю, секунду, тебе персональный канал. А если я вообще себе хочу потом не в рамках... Да, вот. Да, не в рамках курса, да. То есть, вот, Бурбелла сама себе хочет. Ну, потом ты можешь, а как? Ну, ты можешь точно так же создать свой сервер или вообще там пройти на какой-то, на какой-то другой сервер. И здесь же никто не ограничивает, на какой-то сервер. Но вообще там еще общие каналы от MidJourney, комнаты, в которых ты и делаешь это. Вот, здесь есть сервер MidJourney, вот он, да, вот я уже его, я его уже показывал. Да, есть сервер MidJourney, да, у которого есть свои каналы. Вот здесь для новичков, там их там вот 169-й, 199-й, там 109-й. Ну, короче, они тут кладятся, кладятся, кладятся и кладятся. Их здесь просто не меряется. Туда заходят люди и как бы фигачат, что им интересно. То есть, а ты смотришь их и фигачишь тоже. Да, 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 но смысл в том, что ты здесь не можешь создавать твои каналы. Ага, да, но ты в их каналах генеришь картинки. Да, 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 верно. А чтобы свой канал создать, нужно свой канал создать. Можно еще, там внизу есть собачка, вот, можешь туда нажать и можешь увидеть, что там MidJourney тебе нагенерил. То есть, твои идеи личные. А, личные, ага. Да, да. Вот, и здесь, ну, допустим, вот канал World Queen, да, мы можем вот настроить канал и сделать его приватным. И назначается доступ к конкретному человеку. И назначается доступ к конкретному человеку, и все. Ага. Но, соответственно, ты как... И мне не в облом это сделать. Да, я поняла. И ты, соответственно... Мне кажется, я могу выйти из этого канала. А, можешь. То есть, ну, просто ты как создатель этого канала, ну, типа, по идее, ты должен иметь к нему доступ. Ну, если это твой, что это, сервер твой. Ну, по идее, да. Мне сейчас, давай я сейчас добавлю... Ну, тебя тут нет. Да. Что еще не зарегистрировалась. Так, ну, короче, я не могу, я не могу, ну, короче, вот, допустим, я добавлю... Ну, добавь туда кого-нибудь сервера. Добавлю туда, да, и попробуй удалить себя. А, нифига, я удалить себя не могу. Вот, потому что ты создатель сервера, наверное. Или канала. Да, ну, наверное. А, как создать свой сервер? Ну, короче, понятно. Как создать свой сервер? А, еще раз. Как создать свой сервер? Да. Вот так. Нажимаешь на кнопочку. Создаешь свой сервер. Вот здесь кнопочка, вот здесь, где... Слева от канала. Видите, где написано серверы? Там единичка беленькая, красненькая горит. Да. Вот, это перечень серверов. Вот, где выше, да, сервер, это сервер Меджерни. Вот, там, следующий, там, это мой. Да, и дальше можно создать свой, там, плюсик. Вот, создаете свой сервер, и, пожалуйста, как бы это... Все себе там по папочкам. Для клуба, или сообщества, для меня, или для друзей. То есть, ну, как-то... В общем, создаете свой сервер. Все, понятно. С чатиками и прочим. То есть, это очень просто. Все переделно. То есть, получается, что мы можем, да, вот в этом сервере, конкретно там, вот, как бы, по группам разделиться, да, то есть, туда заходит команда в каждую свою группу, и там генерит. То есть, соответственно, если человек хочет индивидуально, чтобы никому не показывать свои запросы и так далее, то он сам себе создает канал, и сам генерит, и потом просто присылает, не знаю, в общий чат уже готовую штуку. Вот. Да, более того, он точно так же может приглашать к себе участников на свой сервер. Да, как бы, тут это все, да, это все очень, это все делается очень хорошо. Конечно, смотрите, я думаю, что, конечно, удобно, когда есть группа, допустим, да, в которой 6-7 человек, и люди генерят там в этой группе, и, получается, твой сосед по группе может смотреть, что генерит, собственно, коллега, да, и тоже этим вдохновляться, смотреть, какие запросы он делал, да, там смогут вдохновляться какими-то образами, потому что они работают, ну, как бы, коллега работает по конкретной задаче, там, метафон, там, да, сейчас, или, там, не знаю, генерит для, там, хита, для, там, арки, китоварки, даже настрявшего или проплывающего как-то. Вот, то есть, и можно уже посмотреть и есть. Да, и ты можешь подключаться, ну, и так же ты можешь подключаться, допустим, к запросу человека, да, и видишь, что человек запрашивает, у тебя, там, может быть, есть идея, как, ну, и видно, ну, понятен твой запрос на человеческом языке, а ему он непонятен, он, например, вот сейчас, вот, посмотри на микрофон, да, он не знает, что такое микрофон, видишь? Да, да, понятно. Нет ни одного изображения, да, он не знает, что такое микрофон, и вот начинаешь гадать, а как же его попросить так, чтобы он дал все-таки, ну, что-то там подобное, и, может быть, у тебя есть, там, идея, каким образом, каким образом это сделать, да, и ты можешь к этому, там, так же подключиться. Саш, у меня вопрос. Ты рассказывал про какой-то вот сейчас до этого сервер, в который можно загрузить свою картинку, он, например, образует в текст, ты этот текст копируешь и вставляешь уже в Дискорд. Вот как он назывался? Типа какая-то промтомания или что-то такое, да? Так это промтомания была, да. А можно в эту промтоманию загрузить фото работы, фото этого метафона вживую? И потом... Тогда их надо прям очень, тогда их надо очень много. Их надо прям много-много-много-много-много, чтобы он понял, что это метафон. Ну, можно же аналогичные назвать. Глюкофон. Да, глюкофон. Там металлическая пластина. И, в принципе, ты просто что-то делаешь, а потом уже можешь в фотошопе или еще где-то дополнить это уже своими... То, как ты уже видишь. То есть изначально он какую-то идею дает, а ты потом уже как-то это дорисовываешь. Да, да, ребят, будем... Ты потом можешь в фотошопе дорисовать какие-то вещи. Да, да. Вот. Хорошо, ребят. Я просто хотел вот эти вот... На примере вот этой восьмерки... Секундочку, я буквально... Прям секундочку. Да, вот. На примере вот этой восьмерки... Так можно друг друга поддержать, грубо говоря. Вот. Вот у нас вот с этой вот восьмеркой, вот с которой матрешка, да? С матрешкой мы в итоге рисовали восьмерку. То есть у нас было миллион запросов с этой матрешкой. С этим всем. Покажи конкретный запрос. С гонгом вместо лица. Вот. Матрешка made of steel with gong hat. Вот. Вот что он выдал. Ну, как бы... Такие вот вещи. А как дорабатывать? Дорабатывать как? Как дорабатывать? Значит, ну вот нащупал, допустим, я вот там... Вот она, буква 8, сделанная из стали, да? Такое. Хоп-хоп, ага, что-то уже похоже. Буква 8, сделанная из стали, арматура. Ага, что-то уже похоже. Это просто щупать, что он понимает, да? Это просто копировать. Копировать этот текст и добавлять туда свой текст какой-то и все. Да, да, да. Добавлять что-то, что-то убавлять, что-то добавлять. Чему-то добавлять вес и убавлять опять же. Ага, вес, я понимаю. То есть, ну вот видишь, с восьмеркой, видишь, вон, куча, вот, очень много нащупал. Долго нащупал, короче, с этой восьмеркой. Прям вот долго. Вот. И что-то вот такое вот там нащупалось. Как только нащупалось, я понял, ага, я добавил туда в итоге металл. И вот он мне что выдал. И вот дальше мучил с этим металлом ее. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну и вот пришли к чему-то такому, ну что-то, да. Ага. Вот. И что у нас пошло в финалочку. Да, да, понятно. То есть, это все за него, не знаю, там, часа два. То есть, ну, такая штука. Понятно. Вот, дает очень классные результаты, но не всегда прогнозируемые. Понятно. Хорошо, спасибо. Вот мне даже все это понятно. Думаю, что еще будут какие-то вопросы у ребят в чатах. Давайте там консультироваться. Я тоже создам, зайду в этот тогда, на этот сервер. Создай тогда эти группы. И ждем от тебя инфы в общий чат по тому, что тебе удалось узнать по поводу командной подписки. Если нет, то, ну, значит, как-то будем искать возможности, кому особо интересно делать эту безлимитную подписку персональную, если, конечно, получится. Да. Это получится делать общий. Я единственное сейчас... Спасибо. Пока в дороге, там, чуть-чуть попозже скину все ссылочки. Вот. Вот, это все подготовлено. Так. Санавливай демонстрацию. Да. Есть. Все. Ребятушки, спасибо тогда, да? Мы вроде сегодня все исчерпывающе. Спасибо всем. Тогда на связи. В субботу увидимся. И еще будем общаться в чатах группы по поводу проектов метафона. Если что, я готова на недели, на какие-то недели созвоны. Если у вас есть вопросы, мы можем прямо внутри группы обсудить ваши идеи. У меня вопрос по поводу дедлайнов. Ты сказала, до 15 октября эскизы по Чпоксарам. Октября или ноября? Октября – это прям срочно горячий вопрос. То есть это к субботе желательно бы что-то там генерить, какие-то примерные эскизы. В субботу выбрать там хотя бы три концепции какие-то, которые ко вторнику как-то дорисовать симпатично, чтобы можно было что-то первое отправить ребятам из этого ЖК, чтобы они посмотрели. И сейчас сказали, интересно, нравится, копать ли в ту сторону. Потому что у них уже сейчас подходит дело к тому, чтобы реализовывать. Прям вот как бы свежая тема. Вот. Я вам скину сейчас в общий чат, что этот тайминг примерно обязательно будет. Все. Спасибо большое.